Каменный гигант Тинни Вытканные из каменистых утесов, каменные гиганты рождаются из гор. Тинни, недавно рожденный гигант, хотя и небольшого роста, имеет силу холма. С его высшей силой он в состоянии подбросить кого-либо в воздух, включая огромное количество почвы, чтобы вызвать лавины вокруг его врагов. Из-за его скалистой внешности врагам трудно атаковать его. В течение времени тело Тинни становится больше в размерах по ходу того, как магнитные силы внутри него преобразуют почву в гранит. Ой. Вот это замес пошел. А можно манту нажать? Замес! Жесть. Замесил пацанов на вставочку чисто. Да я рампагу. Но еще раз на вставочку. Ну, дамага билд решает, пацаны. Все, next. Догон, по идее. Игг. Жесть. Зря ты вылез. Всем привет, дорогие друзья. С вами Яксенос и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы придем к разбору этого гайда, вот эти спонсоры, друзья. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете, за то, что двигаете мой YouTube канал. Ребят, не забывайте про спонсорку. Она работает. Все, огонь. Те, кто не могут приобрести, ну, к сожалению, сорян. Так что, друзья, спасибо всем от души. Кстати, важна любая, любая, друзья, поддержка. Лайк там, подписочка. Все там, комментарий. И спасибо всем, кто это делает, друзья. И отдельно спасибо тем, кто помогает Риле развиваться. Благодаря вам, так сказать, идем на правильном пути и жестко двигаем аудиторию по первой дотке. К сожалению, первая дота уже не такая жесткая и не такая актуальная. Но, в целом, спасибо всем. Алды тут, алды на месте. Друзья, сегодня у нас интересный гайд. Сегодня у нас вот этот вот каменный, вот этот каменный друг Тинни, конечно же. Каменный гигант, вот этот огромный чувачок, который в размерах увеличится у нас в зависимости от уровня прокачки. Конечно же, сегодня все мы это разберем. Разберем, как у него работают способности. И, конечно же, развеем сегодняшний миф. Ава Тос или Тос Ава. Ну и, конечно же, пройдемся по способностям, друзья. Поехали. Смотрите, как работает Аваланч, как работает Тос, как работает он с Экстерьюр. Оу, май год. Вы, конечно же, из Англии. И как работает Гроу. Друзья, гайд получился очень интересным. Не скипайте теорию, ни в коем случае, если хотите знать немного больше. Все, друзья, пожелаю приятного просмотра и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Аваланч. Аваланч это способность, которая имеет определенное АОЕ. Эта способность у нас станет. Она наносит у нас определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки. Имеет интересный колдаун, который здесь у нас пофиксили в сравнении с 83-й картой. И немного тут есть специфики на эту способность. И сейчас мы это все разберем. Хотки у нас в Эпрокачали. Мы эту способность. Дальность применения этой способности 600 единиц. Нажимаем хотки. Вот такая вот у нас АОЕшка. АОЕшка у нас составляет 275 единиц. И сейчас мы попробуем эту способность закинуть в Таурена. Давайте закинем и посмотрим, что будет происходить. Закидываем. Таурену наносится урон. Причем обратите внимание, как наносился ему урон. Вот так вот тык-тык-тык-тык порционно у него наносился урон. И конечно же он ушел в стан. Стан у нас кратковременный. Всего одну секундочку, но ничего страшного. Обратите внимание, как наносится дэмэдж. Дэмэдж у нас на Аваланче интерваловый. 4 интервала, поделенные по вот этому дэмэджу в зависимости от уровня прокачки. То есть, допустим, если у нас 100 урона на первом левеле, то по 25 получает за 4 интервала у нас дамаг наносится. И поэтому вот так вот урон у нас идет. То есть, можно вытащить с Аваланча и персонаж получит урона немного меньше. Так что держите в курсе. Ну и что ж, давайте по основным фишкам, которые у нас тут есть. Аваланч у нас имеет магический урон, худые пайпы все смягчают. И самое интересное. Всегда были споры, что лучше Аваланч или ТОС. Это мы разберем после разбора всех этих двух способностей. Но! У Аваланча есть условия, которые описаны даже там, где я беру информацию. Урон наносится в 4 интервала и... И... Если юнит находится под действием ТОС, то он получит двойной урон от Аваланча. Да, вот так вот все и расписано. И это мы проверим. Но чуть-чуть позже. Давайте разберем уровни прокачки, друзья. Смотрите, выезжает у нас табличечка. И поехали. Анимация применения 0.53. Это то есть вот эта задержка в полсекунды перед тем, как Тинни сделает бросок. Дальность применения 600, радиус урона 275 и урон 100, 180, 260 и 300 урона на ласт левеле вы можете нанести. Но под действием ТОС вы можете нанести в 2 раза больше, как написано. И это мы будем проверять. Длительность оглушения 1 секунда. Требуется ману 120 и перезарядка 17 секунд. Если на 83, я не ошибаюсь, 12 секунд КД, то тут всего 17. Не так уж и много, да, хотели бы вы сказать. Но на самом деле ощутимо. И теперь, когда будете фармить крипов, друзья, вы, наверное, будете задумываться, а валанч кидать или просто ТОС? Потому что ТОС у нас имеет КД немного меньше. Так что вот такая тема, друзья. Блокируется у нас иммунитет к нам заклинаний и можно оглушение это развеять у нас. Так что вот такая тема, друзья. В принципе, по первой способности все. Поехали на вторую. Итак, друзья. Переходим уже к ТОСу. Здесь есть очень много нюансов и постараюсь ничего не упустить. Очень большое количество информации в голове и пытаюсь сейчас все собрать, чтобы донести повнятней. Казалось бы, ТОС простенькая способность. Берете кого-то, кидаете, там наносится урон в этом радиусе и, конечно же, перемещаете тем самым либо оппонентов, либо союзников. Либо так подфармливаете. Но не тут-то было. Тут очень много различных механик, которые мы сейчас будем разбирать. Ходки у нас Т прокачали данную способность. Дальность применения этой способности у нас 1300 единиц. Радиус 300 единиц составляет, хотя написано на сайте 275. С чего я взял, что 300? Потому что у нас Аваланч 275, а ТОС, смотрите, немного побольше ОЕшечка, даже если сравнить, то значит тут ОЕшка у нас 300 единиц. Ну и что ж, в чем у нас смысл этой способности? Тинни в радиусе 275 единиц он ищет ближнего персонажа, которого может кинуть. Неважно, это крип, герой или еще что-то. И откидывает в указанное место. При этом вы должны четко центром нажать. Именно на какого-то героя, не на землю. На землю нельзя направлять. Ну и, конечно же, нельзя направлять еще и на товара. Берете вот так и откидывает. И ближний персонаж у нас летит. И по приземлении в этом радиусе, в радиусе 300 единиц, будет наносить урон. Урон наносится у нас по-разному. У нас тут есть инициаловый, есть бонусный, есть еще бонусный и есть еще бонусный. Четыре бонусных... Не четыре... Сколько я сказал? Блин, сколько я сказал? Инициаловый и три бонусных урона. Да, инициаловый и три бонусных урона. Это мы будем разбирать. Три бонусных урона. Да, вы запомните это просто. Три бонусных урона. И как работать будет эта вся тема на обычных персонажей или на обычную область, сейчас мы будем разбирать. Мне главное тоже не забутаться по ходу вот этих всех разговоров. Давайте начнем по порядку. Дальность применения 1300, как я уже сказал, радиус 300, вот это приземление и нанесение урона и радиус поиска 275. Это основные моменты, что нам нужно знать. Следующие. Разберем инициаловый дэмэдж. Инициаловый дэмэдж это тот дэмэдж, который у нас тут в зависимости от уровня прокачки увеличивается. А именно 75, 150, 225 и 300. Давайте сразу выкатим табличку. Вот мы прошлись по дальности применения, по радиусу, радиусу урона. Урон мы также разобрали. Теперь давайте смотреть. Дополнительный урон для брошенного юнита. Это первый бонусный урон. 20%. На 20% брошенный юнит получит урона больше. Но в радиусе он не нанесет урона больше по приземлению. Этот именно дополнительный урон считывает столько на того персонажа, который был в воздухе. Следующий момент. Урон по строениям. Тини во время того, когда пушит, может рядом с тавором подкинуть крипа. И крип нанесет этот урон тавору в этом радиусе. В радиусе 300 единиц. Как он нанесет? Нанесет 33%. 33% это примерно так. В зависимости от уровня прокачки будет. 25, 50, 75 и 100 урона тавору. 100 вы можете нанести. Это у нас некоторые фишки, которые я не упустил, друзья. Урон по строениям разобрали. Множитель урона Аваланч 2Х. Это то, о чем я говорил. Это то, о чем мы будем разговаривать после тестов ТОСа. По Аваланчу поговорили. И будем говорить, что лучше по дамагу в комбинации Ава-ТОС или ТОС-Ава. И длительность броска 1,3 секунды. 1,3 секунды это у нас длительность броска. То есть вот этот вот дизейбл во время того, когда юнит находится в воздухе, юнит не может ничего нажать. То есть он задизейблен во время броска. То есть 1,3 секунды вы дезориентированы. И ничего не можете сделать. Следующий момент. Монокос 120 и перезарядка 9 секунд. Эта способность наносит у нас магический урон. Поэтому худый пайпы все смягчает. Можно откидывать БКБшных юнитов во время того, когда он находится в БКБ. Очень много тестов я показывал с этой способностью, с ТОСом на работу там лотуса и прочей всякой темы. Ребятки, рекомендую посмотреть фишки. Потому что здесь я не уложу ту информацию, которую я уложил там. Потому что она очень объемная. Ну и теперь самое-самое интересное. Дополнительные фишки, которые я недорассказал. Инициаловый демодж. Это первый момент. Второй момент. Это 20% бонус юниту, который полетел и приземлился. Если раньше союзникам наносился этот бонус, то сейчас не наносится. Напишите в комментариях, кто помнит, как можно было суицидить союзников с помощью ТОСа кидаешь и дамаг им наносится. Была такая тема. Еще помню, вот здесь колодец такой небольшой был. Была ямка. Туда антимаг блинковался. Идти не туда всех ТОСов. Так сказать, такой был руин в то время. Но не суть. Теперь, следующие моменты. Какой еще есть бонусный демодж? Я назвал сейчас одну фишку. Теперь вторая фишка. Бонусный демодж. Это у нас демодж в зависимости от уровня прокачки Гроу. Когда мы прокачиваем ультимейт, ТОС начинает бить еще больнее. Начинает бить чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть там, не намного, но, ну, много, не намного, но намного больнее. Ну, нормально, я здесь сказал. С Гроуа добавляется у нас бонусный урон на второй спелл. И плюс еще с Аганимом. Это у нас уже третья бонус фишка. И с Аганимом также у нас увеличивается дамаг на ТОСе. То есть у нас тут будет отдельная табличка, которую я выведу сейчас. Смотрите. Уровень Гроу, уровень Гроу, уровень Гроу. Вот это видите, да? Смотрите, уровень Гроу, ТОС, смотрите. 90, 180, 270 и 360. То есть на ласт уровне 360 урона у нас получается по ТОСу наносится. Почему 360, спросите вы? Потому что на 20% больше. Это имеет именно значение из-за бонусного сразу подсчитанного 360 урона. И далее. Первый уровень Гроу, смотрите. ТОС нанесет уже не 90, а 101 на первом уровне. На втором 202, на третьем 303. И на четвертом 405. Это просто бонус с прокачки ультимейта первого левела. Если у вас ульт первого левела и ТОСик, конечно же, есть. И персонажа, которого вы подкинете, нанесете ему уже не 360 обещанного, а уже 405. Просто из-за того, что прокачали ультимейт. И если вы еще купите Аганим, но и у вас будет первый левел Гроу, то вы нанесете еще больше. 450 урона вы нанесете. То есть смотрите по этой табличке, тут все понятно. Я только что объяснил, как это работает. Это уже у нас идет третья бонус-фишка. Видите, сколько тут всяких нюансов? Кто бы вам об этом рассказал? Но не суть. В общем, надеюсь, вы поняли, что у ТИНИКа тут ТОС, он своеобразный. И сейчас мы, конечно же, уже начнем тестить некоторые моменты. Но сначала разберем еще работу с Даггером. Есть у нас такая приколюха. Очень много раз в играх я видел такую тему, что пытаешься закайтить там какого-то крипа, когда ТИНИК кидает в тебя кого-то. И иногда это не получается, а иногда получается. То есть смотрите, сейчас видели, ТИНИК кинул ЦМочку, и ЦМка полетела за Урсой, несмотря на то, что даже Урса отблинковался. Иногда эта тема так не работает. Почему? Я не знаю, но в целом это очень интересная механика. То есть видите, сейчас я отблинковался и не успел у нас, так сказать, релай долететь. Долететь до Урсы, и почему-то Урса спокойно улетел. Оп. А если попробуем под конец, видите, сбивается все равно. То есть если первый раз сработал, то сейчас два раза я спокойно закайтил. Из-за чего эта механика так ломается, я немного не понимаю. И объяснить вам ее не могу. Если есть какие-то знатоки в чате, обязательно напишите, я это отмечу. Если что, добавим. Так что вот такая вот приколюха. Можно иногда откайтить, а иногда не откачиваться, как вы видите. Может это зависит от того, дается ли вижен какой-то. Возможно даже из-за вижена эта тема. Но в целом я не знаю. В целом я не знаю эту тему. Это единственное, что я не знаю по ТОСу Тинника. Ну и в принципе. Что у нас можно еще тут сказать? Не блокируется Линкен Сфера. Давайте посмотрим. Итем Линкен. Линкен. Давайте. Итем 219. И что у нас будет происходить? Ведь это таргет. Таргет на накидывается, Линка не сбивается и просто персонаж портуется. Было бы прикольно, если бы Линка сбивалась, как у Мартретки на блинке. При этом все работало. Или как колдснап у инвокера. И конечно же персонаж еще и летел, наносил урон. Но очень интересно было бы. Ну и в принципе, друзья, все по ТОСу. Запомните основные моменты. Юниту, который находился в воздухе, которого вы подбросили, нанесется урона на 20% больше. При этом, если у вас еще и был ульт вкачанный и еще, если у вас был Аганим, то вы нанесете в 2, а то и в 3 раза больше урона. Так что, друзья, не забывайте эту тему. Поэтому теники, которые не качают ультимейт, не качают ультимейт на 6 левеле и бегают, пытаются убивать всех с прокаста. Они не знают, что есть дополнительный урон с ультимейта. Не знают, друзья. Но теперь, надеюсь, будут знать. Так что, вот такая тема. Давайте сейчас потестим. Какой прокаст сильнее? Ава ТОС или ТОС Ава? Сейчас будет интересно. Итак, друзья, давайте теперь разберем, какая же комбинация наносит урона больше. Ава ТОС или ТОС Ава? Я вкачал Ава Ланч в 4 и ТОС в 4. И сейчас будем комбинировать на Урсе и смотреть, как урона будет наноситься больше. Если честно, я уже потестил через Ава ТОС делать эту комбинацию немного легче и там урона наносится немного больше. При этом есть еще какой-то шанс, как-то складывается демедж интервально, что демеджа вы можете нанести еще больше. Это вроде как 20% шанс, который нигде не описан, который вы можете, так сказать, поймать и нанести урона еще больше. Это я в старом гайде говорил и все-таки это так тема и есть. Но сейчас все-таки разберем ситуацию. Давайте вот так вот поговорим об этом моменте. Образно, вы играете против Пака. Как вы будете давать комбинацию ТОС Ава Ланч или Ава ТОС, чтобы убить Пака? Я лично рекомендую против Пака давать ТОС Ава. Но иногда, конечно же, для того, чтобы продамажить чуть-чуть больше, я попытаюсь все-таки разочек, да, Ава Ланчнуть плюс ТОСнуть. Потому что так есть шанс нанести урона намного больше. При этом еще очень важно нажимать эту комбинацию очень быстро. Почему против Пака я рекомендую говорить ТОС Ава, говорить делать комбинацию ТОС Ава? Потому что, когда вы уже подкинули персонажа в ТОСе, то он уже ничего не может нажать, соответственно, не сможет нажать Shift, чтобы закайтить всю комбинацию. Но, в целом, давайте-таки перейдем к тестам. Смотрите, у нас тут стоит Урса. Давайте сначала проведем комбинацию Ава ТОС медленно и посмотрим, сколько урона нам нанесем. Урона нанесем и потом проведем эту комбинацию Ава ТОС быстрее. И посмотрим, сколько демажа нанесем. Урса 1500 хп, поехали. Медленно проводим комбинацию, поднимаем и смотрим, сколько нанесли урона. 890, что-то там копеечки у него оставались. Окей, давайте еще раз медленно заюзаем комбинацию и посмотрим, сколько урона нанесем. Медленно, именно медленно. Смотрите, оп, 840 хп у него осталось. То есть, это медленная комбинация, 840 хп остается. Давайте еще раз медленно прокастим. Оп, 955. Уже намного, намного меньше урона. То есть, это еще медленнее я закастил. Медленно кастим, не попадая в интервалы, чтобы не было 2х урона. Вот, 890 хп у него остается у Урса. Это если медленно вы комбинируете эту способность. То есть, если вы в расчете, что вы сейчас подтосаете, побьете немного и оволочнете, то вы очень сильно много теряете магического урона. Давайте еще раз покажу. Главное, чтобы вот эти интервалы, во время этих интервалов, вы не тосали. То есть, понимаете, да, если вы хотите намного меньше надамажить, то вам нужно не попадать в эти интервалы. Но если вы хотите продамажить намного больше именно с прокаста, то, конечно же, я рекомендую нажимать прокаст очень быстро. Давайте еще раз разберем медленный, медленный прокаст. Вот так вот. И подкинули. И смотрите, 950 даже хп остается. То есть, как само условие аваланча и Тоса? Почему наносится урон намного больше? Если во время вот этих действий, во время аваланча и во время Тоса, когда подкинут персонаж, вы нажимаете аваланч, то вы наносите урона больше. И наоборот, это также работает. Если вы нажимаете все это быстро, то урона наносится больше. Теперь, в следующий момент, медленно мы потестили. Теперь давайте быстренько прокаст дадим. Раз, два. И смотрим, сколько урона. 727. 727 хп осталось. Видите, какая разница? Уже в 300 демажа разница больше. В медленном прокасте и в быстром. Еще раз. 670. 670. Это сработал сейчас 20% шанс. Урона нанесли еще больше. Это очень редкий шанс, который зависит, Не знаю. Если честно, сколько я тещу, этот урон зависит как-то по рандому. Либо от того, как мы, насколько быстро мы нажмем. Либо как прокнут эти интервалы. Но, в целом, на 670 хп урсу отправить, нанеся ему больше, чем, сколько получается, если полторы тысячи, больше, чем 800 урона с прокаста, ну, это, честно, ну, такая редкость, но бывает. Давайте еще раз нажимаем прокаст, смотрим. 670. Еще раз прокнуло хорошо. Далее. Опять даем. 670. Жесть. Нормально дамажит. Нормально, да? Еще раз. 670. Хорошо. А сможем на 630? 727. Вводите? Смотрите. 700 хп осталось. 730. Видели? Сейчас не получилось. 727. Хорошо. Тестим прокасты, видите? Максимально люто. 727. Давайте на 600 попробуем опрокинуть. 727 было. 727 опять. Ну, 26. Нет разницы. Еще раз. 727. 727. Давайте на 600 таки попробуем. Раз. А попробуем чуть-чуть помедленнее проинтервалить. Нет, не получилось. 727. Вот стабильно 727 у него остается. 727. Сейчас мы еще раз шанс этот улучим 20%-ный. 727. И начнем тестить ТОС АВА. Еще раз. 727. Давайте попробуем как-то чуть-чуть помедленнее. Вот так вот что ли? 727 все равно. А попробуем сейчас еще быстрее сделать. Вроде раз-раз. А, не получилось. Окей. Сейчас еще раз попробуем. Просто в соло-лобби немного тяжело. Потому что герои дубиные. Те, кто тестят, знают. Оп, пробуем. 727. Все равно, смотрите, на месте застыло. Вот 727. В принципе, вы можете сейчас вести отчет. Сколько раз АВА ТОСа я оставляю ему 727 ХП. Но в большинстве случаев больше, чем 90% у него остается 727 ХП у Урсы. А в некоторых случаях и было, что оставалось ХП еще меньше. Так что давайте дотещиваем сейчас эту тему с АВА ТОСом. Я хочу сейчас бахнуть его в 600 ХП. Там сразу заметен этот урон, когда вы оставляете в 600 ХП. 727. Ну-ка, еще раз сейчас попробуем. Оп. 670. Видите? Урона больше прокнул. То есть, в среднем, из 12 раз, 1 раз в АВА ТОСе у нас выпадало так, что урона наносилось еще больше. Это вот такая небольшая статистика. Мы потестили сейчас АВА ТОС. И в среднем у нас оставалось у Урса 727 ХП. Запомните эту тему. Это АВА ТОС комбинация. Теперь давайте протестим медленно ТОС АВА. ТОС АВА. И начнем быстро тестить ее. ТОС АВА. Поехала. ТОС. АВА ЛАНЧ. 1000 ХП остается. 1000 ХП. ТОС АВА. У нас произошла комбинация. Еще раз. Медленно. ТОС АВА. 1009 ХП остается. Теперь медленно. АВА ТОС. Еще раз. Медленно. АВА. ТОС. 890. Видите уже разницу в 100 ХП. Разница в 100 ХП. Еще раз. АВА. ТОС. 950. Может попробуем еще медленнее сделать. По идее урон не должен различаться. Видимо как-то в интервал все равно попадаю. Еще медленнее. Вот. 1000. То есть получается, когда вы АВА ТОСите, в любом случае вы выигрываете вот этот урон. Чуть-чуть, но выигрываете. Теперь давайте еще раз поделаем ТОС АВА медленно. ТОС АВА. Смотрите. 840. Ну попадаем в интервалы. То есть персонаж, когда находится в воздухе, АВА ЛАНЧ начинает бить немного больше. Также это работает и наоборот. То есть тут как бы казалось бы разницы нет. Но теперь давайте попробуем вогнать в 720 ХП Урсу с помощью ТОС АВА. Пробуем. 727. Хорошо. Разницы нету. Никакой разницы нету. Еще раз. ТОС АВА. 780. Пошел. То есть отсчитывайте, сколько раз мы закинем в ТОС АВА комбинации в 727 ХП. Я постараюсь быстро нажимать. Два закинули разом. Хорошо. 727. Вот сейчас я нажал так же быстро, но уже 50% со всех прокастов ТОС АВА мы уже прогуляли дэмэдж. Еще раз пробую быстро нажимать. Опять не попал. Еще раз пробуем. Быстро стараюсь нажимать. Есть. Быстро нажали, продамажили. То есть сейчас уже как-то получше. Еще раз пытаюсь быстро. Не успел. Смотрите. То есть, в принципе, я думаю, наглядно я сейчас показываю эти тесты, что все-таки с АВА ТОСа урона наносится стабильнее больше. То есть тут я даже пытаюсь очень быстро прокликивать, но все равно 720 не могу выгнать. Не могу Урсу выгнать 720. Давай. 800, 780. Видите? Но не могу. А с АВА ТОСа сейчас более чем уверен, что с легкостью внесу 720. Оп. О чем я говорю? То есть, давайте сделаем вывод. Если в среднем 90% случаев с помощью АВА ТОСа вы можете угнать Урсу, вот у него 1500 хп, в 727 хп, а того еще и с некоторым минимальным каким-то шансом, там, ну, может, там 10%, ну, 20, образно, я помню, 20% шанс нанести урона еще больше, загнав его в 670, тем самым нанести где-то примерно на 70 урона больше, то в ТОС АВА у вас нету такой возможности, друзья. Если с ТОС АВА вы наносите в среднем 780 остается и примерно там, ну, на 50 дэмэджа больше, что в АВА ТОСе вы наносите все-таки дэмэджа намного больше. Так что, друзья, делайте выводы сами. Я для вас только что все протестил. Смотрите, изучайте, кастуйте АВА Ланч ТОС, если у вас есть возможность, и при этом еще нажимайте это очень быстро. Так что вот такой у нас тест, друзья. Друзья, переходим к третьей способности на Тине. Думаю, тут мы все разобрали. Вот бежишь ты такой на иесте, хочешь ворваться, прыгаешь и станешься в пассивку Тине. Да, друзья, бывают и такие вот ситуации, когда ты просто смотришь на Тинника, не дай бог, случайно как-то рядом подкликал, то все. Ты можешь улететь в стан. Как это работает? Это работает благодаря третьей способности нашего персонажа, а именно экстериору. Конечно же, это персонаж... Ой, персонаж, господи, что я несу? Я уже просто подустал, ребят, 41-ая минута. Вот это я тут натестил. Эта способность у нас позволяет кого-то, конечно же, застанивать, простанивать с определенным шансом в радиусе 300 единиц. Есть определенный шанс, что персонаж улетает в стан. Стан, конечно же, у нас в зависимости от уровня прокачки идет дольше. Также еще Тинник получает у нас бонус армор. Так как у Тини нету совсем армора, то эта способность чуть-чуть увеличивает арморчик на нашем персонаже. В целом, эта способность очень, ну, если честно, иногда ржачно работает. То есть, посмотрите образно даже на этого Чена. Вот я просто сейчас буду вот так вот делать, и Чен сейчас улетит в стан. То есть, просто вот шанс сработает, и Чен улетает он в стан. При этом, иногда пассивка у Тинника работает очень некорректно. Она может срабатывать три раза подряд. Это просто реально имба какая-то. Даже вот, смотрите, Чен даже его не бьет. Даже он рейнжевик, и в радиусе 300 единиц, если у нас Тинник просто стоит и ничего не делает, ты можешь улететь в стан. Не говоря уже о том, что ты образно там начинаешь на Слордаре вгрызаться, там, знаете, бьете Тинника, и он такой хоба вас такой берет и закидывает в стан. Никаких проблем нету. И очень сильно напрягает эта пассивка на Тини. Она иногда прям, ну реально, очень имбово срабатывала. Сейчас вообще, смотрите, не работает как будто. Как будто ее просто нету, это пассивки. И спокойно у нас уже Тини почти сдох, и вот только сейчас один разочек вылетело. То есть, тут шансы иногда работают круто, иногда не круто. Я помню, три раза подряд бывает так башит, что просто жесть. Что ж, давайте посмотрим по уровням прокачки, и потом поговорим о других моментах, которые у нас тут есть еще на этой способности. Смотрите, выехала табличка, шанс срабатывания 10, 15, 20, 25% в максимальный радиус. 300 единиц, то есть в радиусе 300 единиц вы можете по шансу станет все, что на вас, так сказать, глядит. Далее, урон 25, 35, 45, 55. Когда персонаж улетает в стан, ему, конечно же, наносится еще и дополнительный урон. Он также наносится у нас магически, а именно вот 55 урона до ласт уровня. Дополнительная броня 2, 3, 4, 5. 5 единиц брони бонусной вы получаете с третьей способности. Немного, да, но третий спелл имба. Это, считайте, просто встроенный башер, когда кто-то вот просто в радиусе на вас даже пытается там или посмотреть, или просто побить. Но это прям имбово. И длительность оглушения 1, 1, 25, 1, 1, 1, 75. Вот такая вот у нас тема. Что у нас тут самое основное? Сильверейдж спокойно отключает у нас эту способность. Плюс в БКБ вам все равно на эту способность. Если Слордар прыгает на Тинника с БКБ или там Найкс в Рейдже бьет, то пассивка не работает. Так что вот такая тема. Ну и эти оглушения можно легко снимать там всякими диффузами и прочей всякой темой, друзья. Вот такая вот у нас пассивочка. Эта пассивочка у нас не триггерится от всяких там сплитшотов, флаг канонов и всякой прочей теме, и гейминейт атаков. Но, в принципе, под основную атаку, конечно же, всегда может сработать эта пассивочка. Но, если честно, это имба. Имба-пассивка, которая реально напрягает. То есть она может нереально жестко прокать, может иногда вообще не прокать. Но это все зависит от шанса. Шанс маленький, но он имеется. Так что, друзья, вот такая вот у нас тема. Итак, друзья, конечно же, остается у нас самое интересное. Это ультимейт Тинника. Гроу. Конечно же, ультимейт Тинника это грозная вещь для Тинника. Во-первых, Тинник визуально подрастает. Во-вторых, увеличивает, конечно же, свой дэмэдж родной. В-третьих, у нас, конечно же, очень сильно падает скорость атаки. Это минус. Но и в-четвертых, мы получаем большую скорость передвижения. Это реально очень хорошо. Все-таки плюсиков намного больше, чем минусов на этой способности. Ультимейт у нас очень-очень сильный, ребятки. Также у нас тут есть Аганим. О Аганиме чуть-чуть поговорим позже. Давайте, наверное, сейчас будем прокачивать ультимейт и просматривать все бонусы, которые у нас есть. И при этом еще и выведем табличечку. Вот так сразу давайте ее выведем. И поехали. Вы, наверное, обращали внимание, что вот здесь вот у вас есть ноличек такой. Этот нолик сигнализирует о том, что у вас левел ультимейта нулевой. То есть вот это апгрейды. Не знаю, почему у Тинника так сделано, но это сделано. Когда вы ультимейт вкачаете в разочек, а давайте мы его сейчас вкачаем. Начинаем, ребятки. Смотрите. Вкачали ультимейт. Смотрите сначала визуальную составляющую. Прокачали ультимейт на раз. Смотрите, Тинник немного подрос визуально. Уже такой бугаек побольше. И тут появилась у нас единичка. К сожалению, вы из-за вебки не видите. Поэтому, ребятки, извините, я двигать не буду. Но в целом обратите внимание, как улучшился урон. Урон стал 185 на 191. То есть на 50 бонус демеджа вы получили больше. Больше, конечно же. Но и скорость атаки у вас тоже очень сильно упала. Давайте потестим немного. То есть смотрите, какая у нас сейчас скорость атаки. И будем прокачивать ультимейт. И посмотрим, насколько сильно у нас скорость атаки падает. И скорость передвижения у нас также возросла. А теперь давайте второй левел ультимейта. Плюс 100 бонус демеджа. И 35% снижения скорости атаки. Смотрите. Прокачиваем. Тинни становится еще больше. Чуть-чуть быстрее он будет передвигаться. Плюс бонус МС у нас идет. И попробуем побить Свардара. Смотрите, уже медленнее. Прямо ощутимо помедленнее. Да, бьет? Ощутимо. Ну и, конечно же, давайте возьмем третий левел. Обратите внимание. У нас тут уже появилась двоечка. И какой у нас урон. И третий левел берем. И смотрим. Тинни становится просто огроменный. Просто здоровенький. Такой мужчина становится. Ежи. Такой, знаете, в баре такой охранник. И урон у него 285 на 291. Родной на 25 левеле. При этом с прокачанным ультимейтом. Это реально очень много. Ну и посмотрим, какая у нас скорость атаки сейчас стала. Посмотрите, как он медленно теперь бьет. Очень медленно бьет. Но и двигается он чуть-чуть быстрее. Еще быстрее. Посмотрите, как он быстро передвигается. Это реально очень-очень годно. Ну, не берите в расчет, что тут еще и тревел реально очень быстро двигается. Ну и самое интересное. Теперь, что у нас есть. Это пассивка. Эта пассивка не как третья. Ультимейт Тинника отключить никак нельзя. Если Тинни уже прокачал ультимейт, то он никак не отключается. Давайте посмотрим по табличечке сейчас еще некоторые нюансики. Дополнительный урон 50, 100 и 150. Эту тему мы разобрали. Уменьшение скорости атаки 20, 35 и 50 процентов. Это мы тоже разобрали. Дополнительная скорость передвижения 40, 50 и 60. То есть получается на ласт уровне мы почти сапожок получаем. Получается 40, 50 и 60. Кстати, самое классное. На первом левеле, если вы ульт прокачиваете, вы уже получаете почти халявный сапог. 40 мс вы уже получаете. Поэтому не вижу смысла вообще не качать ультимейт на тенике на шестом левеле. При том, что еще из прокаста вы наносите очень много урона. Дополнительный урон от Тоса. 35, 50 и 65 процентов. Это именно та фишка, о которой я говорил ранее. То есть с Тосика вы наносите урон персонажу, которого вы подкидывали, больше, если вы прокачиваете ультимейт. Это мы уже разбирали. При этом на 65 процентов. Да, круто. С аганимом тут немного другое. Аганим мы разберем чуть позже. Дополнительные дальности атаки мы также не трогаем. Это с аганимом. Радиус прорубания тоже с аганимом. Урон прорубания тоже с аганимом. И дополнительное построение тоже с аганимом мы сейчас разберем. В принципе, по ультимейту мы разобрали. Остается у нас небольшая тема, касаемая аганима, друзья. А после того, как разберем аганим, поговорим о некоторых фишках с ультимейтом. Ну что, друзья, самое время, конечно же, взять нам аганим и посмотрим, что поменяется. Подбираем аганим, идет такой небольшой баг. Тини становится маленьким и потом становится сразу большим. Вы сразу получаете вот такое вот полено в комплекте. И это полено в комплекте позволит вам тинникам дамажить намного жестче. В принципе, выкатываю табличку и смотрите, что у нас меняется. У нас меняется дополнительный урон от Тоса. И комбинация теперь вместо 65% бонусного будет наносить 80%. Помните, как бедолаги Урси мы вносили урон? Там в 727 оставалось. Давайте сейчас домогнем его и посмотрим. 500 хп остается у него. Уже намного больше наносится. То есть, посмотрите. У Урсы там 1,5к хп. У него 590к... 592 хп остается. Господи, это жесть. Тос Ава уже... Вернее, Ава Тос начинает дамажить еще жестче, когда у нас уже есть Аганим. Не считая того, что мы еще и прокачали ультимейты. Во всю это просто жесткая тема. То есть, просто с прокаста вы уже наносите, ну реально, очень большое количество хп. Тупо 1000 хп спокойно с прокаста в минус резисты вы спокойно наносите. А что если сюда еще и дискорд добавить, спросите вы, да? Это прям очень люто будет. Но не суть. Смотрим далее. Что у нас поменялось? Дополнительная дальность атаки. Да, Тинни теперь немного дальше будет бить с руки. У него дистанция атаки стала 235. Это значит, что именно на 107 единиц она увеличилась. И это круто. Теперь вы можете спокойно вот так вот палкой на большом расстоянии душить. Посмотрите при этом, как он душит. И еще обратите внимание, что у нас появился теперь и сплэш. Урон прорубания у нас составляет 50%. То есть, 50% сплэш на Тиннике у нас имеется. То есть, если вы кого-то бьете, то, конечно же, вы наносите сплэшевый дэмэдж. Не важно, там, крипом. Не важно вообще. Вы просто влетаете в толпу, даете прокасты, начинаете бить палкой. При этом разносите жестко сплэшем. Радиус прорубания у нас 400 единиц. То есть, небольшое расстояние у нас сплэша, но в целом пойдет. То есть, достаточно, чтобы раздамажить. Вроде, смотрите. Вроде, Слордар далеко, но в целом доносит. Вот сейчас поедине должно достать. А, нет, все равно достает. Смотрите. Ух, нифига себе. Ничего себе. Так, это не 400 единиц. Это Вронг Информэйшн, ребятки, называется. Смотрите, какая дальность сплэша. Где-то примерно под 1000, не под 1000, но где-то 800 где-то дальность, дистанция. То есть, там написано радиус прорубания 400, а на самом деле где-то около 800. Потому что вот это вот расстояние. Ну, может прорубание имеется в виду вот так вот, влево-вправо, но дальность очень большая. 800 единиц. Именно я здесь для того сижу, чтобы тестить и показывать вам. Надеюсь, вам эта информация будет полезна. Ну и, конечно же, дополнительный урон строением вы также будете наносить. Так как здесь написано Септер Уграбле, как Уградиабле, Уградиабле Одесс Сиеджи Атак. То есть, дополнительный урон по строениям вам будет также тут даваться при покупке Аганима. А именно он будет составлять 75%. То есть, товара вы будете ломать просто как бешеный. Не зря я пушил в сезону 50-го, да, ребятки? Все, наверное, вы слышали, что в Айкапе я занял номинацию. За сезон я спушил 1370 товаров. И, конечно же, занял первое место по пушу в Айкапе. Да, вот такой вот я прикольный парнишка. Ну и, в принципе, это вся тема, которая у нас тут есть. Тинни, к сожалению, у нас не увеличится, когда на него кидают Бладласта. Он немного бывает багается. И, конечно же, остается в одном и том же диапазоне. Также и тем Бладск нам тоже не дает какого-то большого такого эффекта. Он вот так вот наоборот, смотрите, как становился маленьким, потом стал большой. И Огр сейчас пробафает. Смотрите, как оно работает кривовато. То есть, это именно те фишки, которые нужно тоже знать. Смотрите, как оба БКБ закончилась. Тинни больше, меньше как-то становится. Это тоже нужно знать, ребятки. Не забывайте эту тему. Видите, как работает это. Поэтому это тоже важно знать. Иллюзии не получают у нас бонус к прорыванию урона. Но они также больно бьют. Ребятки, у Тинника, вы как могли заметить, родной дамаг. А это значит, что против Тинника будет очень плохо заходить Венга. Если вы Венгу убьете, то она у вас будет срезать очень большое количество дэмэджа. Но и также, если Венга будет в команде, то, конечно же, это будет очень большой плюс. Потому что очень много она добавит вам здесь дамага. Также Волк очень много дамага добавит. А Пидлорд очень много срежет. Так что вот этих героев нужно бояться. Ну и в целом у меня есть отдельный видосик по тому, как контрить Тинника. Ребятки, не забывайте смотреть. Я даже, наверное, оставлю ссылку в описании, чтобы вы посмотрели этот видосик. Ну и в принципе все, ребятки. По герою, по данному персонажу. Ребятки, Тинник сегодня у нас был на обзоре. Я надеюсь, данный обзор вам понравился. И вы, конечно же, хотя бы поставите лайк за то, что я сейчас протестил. Около 60 минут, не считая того, сколько я в целом это все монтирую. И реально, надеюсь, вам что-то было полезно с этой теорией. Я подготовил для вас интересные игры. Сыграем в дефолте. Сыграем, конечно же, в жестком дамаге. Ну и еще бонусную секретную катку я также выкачу, ребятки. В этом гайде будет максимально фаново. Тинник это имба 85-й карты, ребятки. Поэтому, в принципе, сильно напрягаться не будем. Ну, может, еще и ботненькую сыграем. Но я не знаю, конечно, друзья. Все, ребятки, пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Поехали, ребятки, смотреть мощный геймплей. Так, ну что, друзья, загружается у нас первая игра. И первая игра у нас будет дефолтной каткой на тине. Сразу забиваем центральную. И сейчас пойдем душить. Давайте, погнали, парни. Сейчас сразу напишем мид. Надеюсь, мы будем за сентов, потому что за сентов поинтереснее играть. Сейчас, сейчас, сейчас. Каточка загрузится у нас. И пойдем, ребятки. Так. Мид, мид, мид. Кто-то опять с домофона, короче, сидит, пацаны. Я, кстати, одел маечку. Вы ее, наверное, видели. У меня тине сидит здесь на маечке. И это хорошо. Мид забиваем, ребятки. Погнали. Мид. Мид. Все. В общем, тинник это такой герой, в принципе. По контрпику вы все помните. Я уже рассказывал. В целом, герой очень имбовый, очень сильный. И постараемся сейчас показать все, что можно, все, что нужно. На первом левеле я качаю аваланч. Знаете почему? Потому что так надо. Все, погнали. Берем вот такой вот затар. Возьмем себе вартик. Куруйся. Что себе докупим? Я не знаю. Тут у нас, в принципе, 2-3-4 КПТС. Сейчас это новый сезон. И, конечно, немного тяжелее. Вот такой беру затар. Мангусы у нас позволят по одному нажатию сразу же восполнить всю ману, которая нам не достает для того, чтобы раздамажить оппонентов. И, в принципе, провести время очень хорошо на центральной линии. Что мы тут будем делать? Конечно же, дайгер, дайгер, сильвер, себе аганим купим, потом тревел и, короче, будем душить. Интересная игра будет, ребятки. Надеюсь, потненькая. Может, даже, возможно, против легиона. И, конечно же, будем с прокаста душить. И не забывайте, что каточки будет 3. Первая катка дефолт, вторая катка будет немного фановая. А третья катка будет вообще максимально фановая, потому что я давно хотел попробовать одну интересную вещь на Тиннике. Реально очень интересную. И не знаю, зайдет это или нет. Там много надо фарма, конечно, для того, чтобы это реализовать. Но, надеюсь, все равно, блин, будет прикольно. Ждем, в общем. Там ораклы еще взяли, бару. Но, в принципе, можно будет раздушить. Можно будет, пацаны. Можно будет. Кстати, многие у меня спрашивают, что вот это за цифры в инвентаре. Ребятки, это баг. Это баг. Так, это ничего страшного в этом нету. Ничего плохого тоже нету. Это просто циферки. Не пугайтесь, если что. Так, хорошо. У нас есть... Дайте руну, дайте руну. Я задушу, пацаны. Мид. Я крутой. Крутой. СПС, пацаны. Курочку взяли. Ой, Патма, молодец, Патма. Молодец. Патма, молодец. Задуши только. Задушу, задушу. Я ютубер. Я ютубер. Вот так на вишенке спарим. Химик, брат, я мид. Пойду. Хочешь руну дадим. Иди топ. Так, отдадим алхимику руну. Ребятки, это будет правильно. Несмотря даже на то, что я центральную линию иду. Все равно отдадим алхимику руну. Тиму. Руну. Гоу. По контрпика, в принципе, контрпика тут нету легион, только контрпика. Все. Больше никаких контрпиков особо нет. Все, отдаем алхимику руну. Пусть парень кайфует. Ведь мы же не свиньи. Мы сделаем как надо, пацаны. Но он идет. На топ, парень. На топ иди, брат. В принципе, несмотря на то, что мы не взяли монетку, у нас все будет хорошо. Главное, перелосить. Ой, я протыпил. Не простопал. О, Оракл будет на Медус. Оракл будет у нас тут летать на Медус. Апажутчик сейчас сделаем и будем дышить. Главное, вначале пролосхитить правильно, четенько. И, кстати, можно еще вот тут вот подзадушить. Интересно, Оракл какой серьезный парень у нас тут или нет? Или можно будет подзадушить? У Оракла очень большая скорость атаки. И будет немного проблематично, конечно, с ним стоять. Хорошо. Ух, как он дамажит очень сильно. У нас есть пассивный регент, 3 хп. Это очень хорошо. В лейтгейме, конечно, Тинни это страшная вещь, парни. Это пуш-машина такая серьезнейшая. Ой, спасибо, помог. Красавчик. Спасибо. Эх, не залосхитил. Аккуратненько надо залосхитить. На самом деле напряжно с ним стоять. Первое, что мы купим, это сапог. Сапог, чтобы можно было Оракл подзадушить. А можно быть сейчас даже подзадушить, я так думаю, да? Иди сюда. Вот так вот делаем. Опа, летунчик. Называется ситуация. Типоньк. Хорошо. Давайте боттл возьмем. Парень потерял бдительность и немного подфидел. Беру аваланч обычно на третьем. Чтобы можно было уже с ботлом подраздамажить, просто закидывать. И, конечно же, проводить время. Приколь. Но он, наверное, не ожидал этой темы. Очень редко от теников можно такую тему увидеть. Но в целом юзается очень просто, друзья. Юзается этой комбинации очень просто. Так, что там на низу бара? Ага, и там. 2-2. Все, ну эту руну я забираю. Линия пока как раз сейчас. Линия пока как раз от улицы, от Тавра. И будет нормально. Ого, инвиз. Так это ж можно еще разочек вражочек сделать. Еще разочек сделать вражочек. Надо еще не забыть, пацаны. На вставочку надо. Конечно же, как мы без вставочек. Как хорошо мне на руну повезло, да, парни? Сейчас немного подфармим. Вот так вот сделаем. Оп. Хорошо. Бедный оракул. Не ливнул бы он. Хорошо. Выкладываем цирклетку, чтобы чуть больше маны поднять. Все, и ластхитим, парни. Прогуляли 3 пачки крипов. Очень плохо ластхит. Если честно, дамага у Тини очень большая. Как можно на нем плохо ластхитить? Но это просто нужно быть хиназисом, чтобы плохо ластхитить. Нормально, фармим пока что, парни. Мидера задушили. Сейчас животничь, возможно, пойдет. Я беру обычно на пятом левеле. Иногда. Ну, не иногда, а обычно иду, беру аваланч. Не знаю почему, но беру аваланч. Не знаю, ребят. Судите строго, не судите. Но я не играю в Харас Гейминг. То есть я не занимаюсь таким Харасом просто. Давай еще раз, брат. Опа. Хорошо, подавал ланчем. Брат, ну ты куда? У меня сапог. Опа. Но это мой клиент в любом случае. Хорошо. Опа. Есть. Жесть. Тут бедолага, парень. 0-3 в миду стоит пока что. 10 крипов, но зато 3 фрага. Надо не торопиться. С ласт хитом я тороплюсь. Очень хочется все зафармить. Но не забираю ничего. Ласт хит, конечно, даунский, парни. Жесть. Третья минута у меня 11 крипов на миду. Чтобы вы понимали, это хай левел. Это хай левел. Берем ультимейт, конечно, на шестом. В смысле не брать его? Вы что, нормальные? Не ласт хитим. Не бьем беспорядочно. Ласт хитим именно. Беспорядочно бить. Не будем больше. Стоим в ласт хитим. Ни одного крипа не прогуляем сейчас. Тупо ласт хитим. Все будет огонь. Оп, хорош. Напугаем, пацана. Пойду на руну, на даруну. Подлика нету. Я заберу. То есть СПС. Смотрите, тавр заагрил. Держи, брат. Я тебе вот так сделаю. Я тебе нормально сделаю. Хорошо. Можно сейчас смело, кстати, напасть на него. Он умрет. Смелейшество просто. Кстати, не забыли? Ни одного крипа не пропускаем. Забыли. Можно по КД прям. Сейчас возьмем ТОС. Хост, это ты, наверное, своего фидера, да, запустил в игру? Он сейчас напишет, наверное. Геще Белэйкль Бельгилейт пишет. Хорош. Хорош, ни одного крипа. Бедолага, не получается у него написать. Он такой, да ё-моё. Сейчас, знаешь, ты такой. На Тине это всегда ржавочно играть. Не знаю, потных хаток редко бывает. Брат, стой. О, прикиньте. Не нажимает. Но он закайтит это сейчас. Дамагу. Ух, как он себя продамажил-то. Дай ударить. Хорош. Почти даггер есть. Ой, ни одного крипа не пропускаем, говорит. Жесть, ну 5-0 он меня нафидел тут, парень. Ой-ой-ой. Бара, не даши. Не даши, не даши. Не-не-не, дай уйти, дай уйти, дай уйти. Одна тычка, подожди. Все, дай жить. Спасибо. Урны нет, ничего нету. Все, погнали на б... Хорошо. Хорошо. Так, ну возьмем, наверное, ПТ-шку. Блин, у меня почти, блин, даггер есть. Сейчас та минута даггер. Да, нормально. Бара немного подсветился сейчас. Хорошо. А, кстати, вот эта тема с киком не очень. Потому что гайды сейчас будет тяжелее писать. Потому что парни будут кикать просто, когда плохо играют. Ну это такое себе. Короче, теник фаст даггер будет у нас, ребятки. Тут в этой катке. Сейчас, по идее, ТП сразу бару убиваем. Это так сделаем. Чтоб забежать как можно агрессивнее. Вот так, ну засыпай туда. А почему не засыпаешь? Ну типа почти на вставочке, серьезно. Хорошо, сейчас пойдем ромить всю карту, пацаны. Я думаю, это будет 15 минут. 15 минут. Оп. Бам. В глифчик прям. Даггер есть, пацаны. Шестая минута. Пойдет. Оп. Капф на 15, говорит. А не камбэк на тощу. В этой катке план ни разу не умереть и задушить как можно сильнее. Так, оболанч. Все, аватос я раскачал. Аватос раскачал. Сейчас пойдем ромить. Руны нету. О, легич там в лесу. Гоу, 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 го. Эй, брат, не убивай его, ты че? Вот криса, а. Снайпер на топе. Снайпер это вообще кормушка для меня. Гоу. Гоу. О, привет. Можно даже не смотреть туда. Он просто подохнет. Парень на этом. Жесть. Хорошо. Так, берем ПТХу. ПТХа на интеллект. Ребятки, не забывайте, когда играете на Тиннике, обузить ПТ. Перед прокастом всегда ставьте на интеллект. Когда пытаетесь отхилиться, всегда ставите на ловкость. Все. Запомните такую небольшую тему и будет у вас все огонек. Так, ни одного крипа не пропускаем. Когда регените, тоже на ловкость ставьте. Когда регените, тоже на ловкость ставьте. Хорошо. Ни одного крипа не пропускаем. Был такой щельный, что у меня. Хоп, хорош. Оракул подойдет поближе, убью его. И дай. Хорош. Ой, животнич тут тоже. Не дождь ли? Это иллюзия. Иллюзия. Не добил крипа. Прикиньте, рак какой. Большой, бодренький. Го, побежали в лес к нему. Уходит, все, понял. Понял. Ладно. Понял. Интересно, тут с шансом на камбэк у пацанов или нет. Хорош, сколько там? 40 крипов всего в миду. Ну, 9-0, 40 крипов. Такой все. О, так это ж инста смерть. Жесть, это далеко. У парня не получается все. Выставить мид. Как законтрить теника? Берете клоаку, покупаете, чуть-чуть хп поднимаете. Все, собственно, прокаст не умирать. Сейчас лотар сделаем. Собираем дефолтного теника, парни. Дефолтный теник, это у нас лотары дали потом аганимы. Можно т-шку заколотить. Т-шку можно заколотить. Можно т-шку заколотить. Нередко тенику собирают юл, ребятки. Очень даже профитная тема, потому что с юлом вы двигаетесь еще быстрее. И вы прям очень опасны становитесь. Все, можно оставлять, погнали. Эээ, все руны позабирали. Тени. МП. Не узнал. Не узнал. Не узнал, это новый какой-то мем поехал, пацаны. Это как говорят, типа, тише фармят, тут типа тени. Не узнал, что бутыл. Бутыл, не узнал, говорит. Дай крест. Крест, брат. Я тп на базу. У тебя есть к... А, он не качает. А, ты не качал. Ты не качал. Я понял. Бутыл, говорит. Бутыл. Сори, тени, не узнал, говорит, бутыл. Понял. Не узнал, тени, брат, сори. Ладно, го, на базу. Почти есть лотар сейдж. Ой, какая ару прямейшая. Пекинь, а че не задиспелил его, брат? Жесть. Давайте душить дальше. На бот, наверное, тп-немся. Я на топе много фарма. На топе сейчас зафармим на фриману. Хорошо. На фриману и лотарчик есть. И го вообще сейчас максимально агрессивно. Может, он на вставочку еще что-нибудь сделает? Ой-ой-ой, там функа душит. Ну, я их сейчас задушу пацанов там. Задушу. Оп, хорош. Он задушил. Че там, один из фрагов, один из киллов. Давайте 50 фрагов бахнем как тут. Там сейчас руна будет. Сейчас вот этого пацана задушим. А в атосе мы все. Ходит, остается. Где-то там, брат, бутул. Смотри, проказ дает себе. Антипроказ дает. Умирает в любом случае. Давайте мне быстренько инвиз. Не-не-не-не. Ой, не замедляй. Спасибо. Опа. Опа. Ну, так это еще и на вставочку сейчас сделаем, да? Хе-хе. Хорош. Доблкил. Нормально. Хорошая дуэль. Хорошая дуэль, брат. Пойдет. Так, ддшечка лишь... Дд для тени это кайф, пацаны. Дд для тени это кайф. Знаете почему? Потому что у нас родной дамаг, и родной дамаг это круто. Вот так вот. Хорош. Ну, далее манту классическую, парни. Крипа еще не скоро резнуться. Ля, да ты что? Переключи ты, блин, раскладку, брат. Ну, ты что? Что, что все с этой раскладкой? С прокастом на... Интуз идем. Пацаны. Пара жирный, блин. Где снайперы? Зевсы. Сколько у бары там? 900 хп. Аватосим. Просто. 1000 хп у бары улетело. Аватос на легеге. Аватос на легеге. Пацаны внизу собрались. Фармим. Хорошо. 14-й. Ой, вард снимает, прикинь. Вард снимает, пацаны. Так, ну, у меня почти есть яшка еще, да куча. Давайте на топе подфармим. Пацаны сразу варды снимают. Зевс крутой там. Зевс крутой. Не знаю, на тенике, если честно, не сильно так интересно. Не сильно интересно играть. Но для гайда, в принципе, а что поделать? Гайд из сенатинника, пацаны. Рад стараться для вас, чтобы вам было интересно посмотреть гайд. На 14-ая минута фраги есть, как говорится, можно поесть. У нас там алхимик, я алхимик. О, алхимик, там Радик на 20-й купит где-то, примерно. Ля, там драка начинается. Ща мы пойдем под душу. Дайте мне яшку, я побежал. Круто было бы, если, ребятам, знаете, залил как-то бы дамагу там вообще. О, алчи задушили. Ого! О! Погнали, 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 каменный браконьер. Ща мы тут как... Опа! Смотрите, тут такой снайпер. Опа! МХ работает! Пам! Хорошо. Обсюда. Беспредел на тенике. Делаем. Оракл, все, наигрался парень. Наигрался. Но они еще в лейтгейме, если затянут, это будет катка лютая. Если Оракл покинул эту игру. 1-10, парень. Так, ну никого на карте не вижу. Никого. Никого нет. Шмонаем просто карту. Зевси варды поснимал. О! О! А я тебя искал, брат. Санта-Клаус. Хорошо. О! Ничего себе, это что было? Ультимейт Зевса просто был? Ляна Медуша такое. Погнали в мид. У Зевса очень много. Он не Сэм Хай, этот Зевс, интересно? Дай, чиполаху дам. А нет, МБ. Дальше работать. Но почти есть. Манта, пацаны. Можно было делать аганим, кстати. Не манту. Тупо в аганим выйти. Нормально там лутар откатился. О! Хорошо. Погнали. Мощный проказ тутиника, конечно. Он в лес, наверное, Легион пошел. Гоу. На хостя сейчас быстренько. Быстренько. Легиона найдем. Опа! Здравствуйте. Бам! Все, нету Легион. О, боже. Это жестко. Я ХЗ. Это в шоке просто. Это просто шок гейминг. МХ, он говорит. Жесть. Вот пацаны, конечно, дают. Айкап превратился тупо сплошь МХ. Давайте манту уже доделаем. Манта уже есть. Не знаю. Но варды ставим. Зевс все варды находит. У него, походу, у Зевса вот этот... Походу, какой-то софт. Давайте на низ кп сделаем. Стики продадим. Стики вообще для теника это мастхэв. Для теника стики это мастхэв. А у меня манта сейчас будет уже. Что, ребята там камбуз кнут? Или нет? Жизнь 20. Классический теник у нас получается в этой катке. Не знаю, катка такая себе, в принципе, наверное, скучноватая будет. Для некоторых. Классикал гейминг. Но они сдаваться не собираются пока. Будем доигрывать. Некст огоним. И шардами. Все это усилим. Шардами все это усилим, пацаны. Будет огонь. Шардами усиливать будем. Динозавер от души. Хорошо. Отлично. Отлично. Погнали. О, животничь бежит. О, там еще и снайпер. Сейчас мы снайпером задушим как. О, а там не только снайперы. Ля, там все герои, короче. Давайте с Зевса первым. Проверим, Мхаун или нет. Я вот тут, в принципе, за пару тычек убиваю. Сделаю вид, что я снайпера не видел. Обойду и задушу его. Идет такой, типа. Ла-ла-ла-ла-ла. Типа такой. Раз. Два. Хорош. Бара, будет идти? Интересно. Бара, давай, брат. Чаржишься. Интересно, где Бара? Вообще. Вот персонажи, у которых там малое количество здоровья, это вообще кайф для теника. Просто всю игру с прокастом можно пинать. Главное не ошибаться и не умирать. Не ошибаться и не умирать. Так, ну, агоним делаем. Агоним делаем. Опа. Глиномесы задушим. И можно будет по топу пойти поломать. Давайте топ сломаем, наверное. Товара. В ПФ не писать, не готовятся. Легкая катка получается. О, Сларка душит. Ну, Сларк умирает там, кстати. У него нету кнопки никакой. Нету никакой кнопки. Будет кто-то поделать? Нет. Я ломаю просто и все. Делаем агоним и потом зайдем. С ремпейджа, с ноги, как говорится. С ноги. С ремпейджа. Хорошо. Сейчас, в принципе, по стороне пройдемся. И будет у нас уже кнопка. Так, сломали Т-шку. Кстати, я же пушер сезона. Пушер 50-го сезона. 1300 с лишним товров сломал. 1370. Что-то такое. 1374, что ли. На сайте Айкапа был анонс. И я за это, кстати, получил капсы. Хе, лоу. Интересно, прикольно, весело. Так, визард. Визард. Хорошо. Хорошо. Ой, ребята, там фидит, да? Душительно. Ой-ой-ой. Челлендж не пропустить ни одного крипа называется. Даблкил, пацаны, сделали. Да, прикинь, камбэкнут. Потную игру. Без тени вы, ахе, конченые просто. Говорит, без тени вы, конченые, говорит. Ну да, тени, как бы, но тут тоже такой не слабенький персонажик. Ломаю просто. На аганимчик, так сказать, пацаны. На забивчик, на аганимчик. Что бы, когда Лего на дуэльку меня брал, что бы я убивал пятерых игроков. Хорошо. Погнали на Руна. Пацаны, камбэчат, ребятки. Камбэчат. Ломай Петри. Нет, брат, я осторожно. Не. Не. Вот так вот. Давайте еще, кстати, по вардим. О, там кто? Животное напало. Животное, нападение животных. Чпонь. Хорошо. Нападение животных. В мире животных. Нос чешется, но я не пью. Хорошо. Есть аганим, пацаны. Опа. Вот такой вот у нас билд получается на данной стадии. Погнали пацанов душанем в лесу. Что-то они себя плохо ведут. Надо поднаказать. У Леги там по-любому же лотар есть. Жесть и мэс высокая становится. Так, а кто у нас тут есть? Ну, если что, манту создадим. Главное, ПТХ успеть переключить. ПТХ переключаем и душим. Давайте сейчас сразу переключим. У кого нету? Можно сейчас шардами. О, блин. Не каеф. Шардами сейчас побаловаться можно. Куда ты? Рыгун. Ну, типа прыгун, наверное. Ассори, не видел тебя. Так, руна рез на спайде. Ага. О, на Медусу это пошла. Убивайте алхимика там. Ой, какой-то Рын Кораблевич. Хе-хе. Лега забавный. А, это же есть. Снайпер приодевается. Снайпер приодевается надо. Хоп. Готов. Готов. Можно Хаге сломать. Что, пацаны? Ломаем Хаге? Или щадим? Или щадим? Ломаем или щадим? Чисто? Пацаны, конечно. Ну, пушер сезона должен, конечно, пушить Тэшки нормально. Хорошо. Пацаны, ломают. Сейчас голую базу им оставим. Первая катка разминочная, ребят, получается. Шапалахи даем. Вторая катка попотнее будет. И немного другой билд у нас будет. Ну, а третья катка, конечно, будет по-рухлу. Эта катка по-рухлу. Хорош. Пацан задушена. А что, если на вставочку? А здесь Зевс. А вот и Зевс. А вот и Зевс. Но Зевса там уже не задушен. Зевса там уже не задушен. Ну, а что-то Зевс. А, ульту на него кидай. Что-то сладко. Что-то сладко. А, Ватос. А вы не было. А вы не было. Кстати, ребят, не забывайте, что если вы кого-то в ХГ, вернее, в колодец закинете, закинете, типа, это бан. Это бан, держите в курсе. Это бан. Репорт напишет бан. Забанят вас. Так, хорошо, погнали за руной. Голую базу им еще можно оставить. На максимальной умной души. Пункт ГГ. Сейчас пойдем один в четыре выйдем, как с шардами. Тут надо подзахилиться. Давайте подзахилимся. Хорошо, ботлик, шарды. Опа, вот такой стандартный билдец получается. Let's go. А, ребятки, выйдут? Что там их четыре? Четыре героя, можно сразу с четверых. Снайпер стоит. Ой. Вот это замес пошел. А можно манту нажать? Замес. Жесть. Замесил пацанов на вставочку чисто. Вот это Тинни. Вот это Тинни, я понимаю. Замесил на вставочку. Первая катка легкая получается на гайде. Я не знаю. Но чисто по рофлу можно вставить эту катку. Next, конечно, поинтереснее будем делать. Но на Тиннике особо такой гайд. Я не думаю, что вы прям ждали прям какие-то потные игры там. С беготней. Хз. Тинник сам по себе такой персонаж. Ума не надо, выиграешь. Ума не надо, выиграешь на Тиннике. Один в четыре прыгаешь, убиваешь. Шард у нас есть. Сейчас, наверное, сильвер докупим. Сильвер докупим. Скорость атаки, конечно, лютая. Когда шарды подкупишь. Это жесть. Ну, надеюсь, вы поняли, как можно сделать, короче, на меду пацанов. Давай. Додушивая палкой своей. Хорошо. Погнали. Берем сильверуху. Сильвер берем. Погнали. Хорошо. Сильвер имеем. Можно будет под колодец прыгнуть просто, задушить. Даже ремпейдж сделать можно будет. Просто стоишь и бьешь палкой. Оба. Ничего себе. Рож. Ничего себе, там пацаны дают. Лего выжил. Ничего себе. Но сейчас, мне кажется, пробьет и убьет. Ля. Балу хп. Жесть. Лего убили там, да? Как я и сказал, пробил через инвиз. Во, пацаны дают. Во, пацаны. Давайте пойдем заканчивать сейчас. Ребяткам там катку. А мои там фидят, стараются тоже. Что-то фидят. Жесть. Дабл килл. Там ребята жесть, как фидят. Зевс байбэк. Ну, сейчас они резнутся, я пойду 1 в 5. 1 в 5 пойду. Дубинка у меня заряженная и стреляют, пацаны. Ля, как я душу. Хорошо. Погнали еще. Погнали еще там. 9 секунд. 8, 7, 0, 3 и 30 секунд. Пацаны. Хорошо. Чисто Тима. Задушила. Так, есть. Ломаем просто все нафиг. Тинник это ломатель. Жесткий. Я не знаю, это просто. Рофл гейминг. Я вам отвечаю. Тупо рофл гейминг. Тупо рофл гейминг, пацаны. Ух ты. Вот это ты даешь. Это ты даешь. Вот это ты даешь. Ля, у меня хп ничего не осталось. Прикинь мне, как слили. Я ввм побил, короче, немного. Ввм побил. И жесть, как хп мне слили. Хорош. Сейчас, кстати, может бошенко быть. Пара еще живая. Их. Сейчас могу сдохнуть. Хотя нет, нормально. Погнали на базу. Пойдем. На, забавная первая катка. Тридцать четыре на ноль ровно сыграно. Пацаны. Что за катка? Ну на NEX надо попотнее. Попотнее на NEX. Давай мне быстрее, чтобы меня Зевс не убил с ультимейта. Хорошо. Пара, МХ. Говорит. Давайте тревел возьмем. О, Лего души. Лего там уже приоделся, посмотрите. Давайте тревел. Отхил. Есть. Пара. Смотри, где артефакты там. Пацаны приоделись, короче, на фрагах. Союзники фидят. Жалко, что аганим нельзя выкидывать, короче. Ничего с ним нельзя сделать. У теника вот это вот самая лютая погрешность. Потому что нельзя ничего сделать с аганимом. Погнали, низ сломаем. Низ сломаем. Хорош. Бат задушили. 35 задушили мы фрагов. Давай, погибай, Бар. Оба, хорош. Задубинили его. Задубинили Баратрума. Хорошо. Я уже вижу, как мне в комментариях напишут, что раками играешь. Чисто раками играешь, как напишут. Давайте еще шард купим. Ускорим себя. Чуть-чуть еще на 60. Ускорились. Еще возьмем себе шардик. Хорошо. Но сейчас просто надо будет становиться и душить. Но главное еще не сдохнуть нам бы. Там лего, конечно. С бмами. Чуть побыстрее объем теперь. Ничего страшного. Сейчас сплэшем как на душку. А не сюда. Тук. 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 Давайте вот так вот. Хорош. Ну, Зевс тоже умирает. Блин, один ассист дали, прикиньте. Трипл килл. Ну, нормально. Один ассист дали, блин. Такие. Давайте топ сломаем. Ой, Глиф. Я не хочу, чтобы сейчас Бар арестнулся. Давайте 40 фрагов. Такие надо сделать мне. 40 фрагов надо. У тебя Бара выбежит, смотри. Опасно, брат. Хорошо. Я тоже тут умру, брат. Не надо. Кто хост? Говорит. Эй, дай жит. Жит, дау. Тини хост, говорит. Тини хост. Просто дайте мне 40 фрагочек. Не дают 40? Надо ловить до конца. Врос там снайпера, ща. Не дают 40, сделаю. 40, не дают сделать. Но я не хочу свидетельствовать. Жест. Ща закатка. О, выбежал, выбежал. Бара. Ща бар будем бить. Э, прокаст. Аккуратно подстилим. О, отлично. Хорошо. Ой, там поливалка. Давайте на базу сходим, что делать. Жесть 31. 31 минута вот этого избиения. Это жестко. 31 минута избиения. Побежали на Б. Можно было еще один слотик прикупить. А мы чисто травела еще купим. Пацаны камбэча. Трон, парни. Трон, гоу. Хорошо. Так, ну первая катка дефолтную, ребятки, мы отыграли. Я вам обещал дефолтную катку показать, я ее вам показал. Хорошо. Теперь, next катка будет немного другая. Она будет немного, можно так сказать, безбашеннее, что ли. Но в целом я хочу, чтобы гайд на тине был именно вот такой вот, как сейчас. Вот он фановый и... Реально, ну, просто позабавиться и все. То есть, я не знаю, как по-другому что сказать. Просто ради забавы. Гайд тупо ради забавы. Так, это что там пацаны делают-то? Да что вы тут делаете? Да что вы тут делаете, пацаны? Ля-ля-ля. Дай-дай-дай-дай-дай-дай. Ну, сплэшем ударю. Оп, хорош. Сплэшем. Оп, и тебя. Хорошо. 42 фрага есть, пацаны. Почти 50 оформил, да? Надо было не бушить, короче, а фраги оформлять. Ля, там лего еще живут. Ой, сларку случайно кинул. Сор. 43 фрага оформили, пацаны. Так, ну что, парни? Что я могу сказать по первой катке? На самом деле, легкая 33-х минуточка. Ну, в принципе, я показал, как можно на меду закидывать. Сделали ультру на вставочку. И чисто пофанились в этой первой катке. На некстовой катке я хочу игру немного агрессивней. И будет своеобразный билд. То есть, он как бы будет тоже дефолтный, но со своей изюминкой. Поехали смотреть. Ну что, друзья, загрузилась у нас некстовая гамме. Сейчас мы пойдем. Теникам также. Но, я, короче, хочу другой билд немного. Я уже говорил о том, что я хочу другой билд. Будет у нас не дефолтный билд. Не дефолтный билд. Будет, конечно же, жесткий, жесткий, интересный билд. А именно, что мы будем собирать? Конечно же, керри билд, ребят. Второй. Второй билд. Так, керри билд у нас будет. Керри билд. Поэтому погнали, пацаны. Сейчас мы будем душа эти делать. Берем такой же дефолтный затар. Погнали. Погнали. Там, пацаны, серьезный ВС играет. Так, что будем потеть. Дефолтный билд мы сделали, ребятки. В первой катке дефолтный билд. Там аганимы. Вот это вся тема. А в этой катке хочется буризу МКБ. Буризу МКБ. Буриза МКБ, даггер, аганим. Получается, тревел. И какая-нибудь кераса, наверное. И все. Тупо так. Чемисты, фантомки. Уже занято, говорит. Нормально. Сейчас посмотрим, какой химик будет. Если химик будет такой... О, животничать взяли. Хорошо. Хорошо. На миду главное... Этому... Этому... Как в этом? Алхимику не слить мид. Под ацидами бегать. Пожело будет. О, Момник. Момник это плохо. Он не даст раздамаживать. Нужно будет постоянно его цеплять. Постоянно нужно будет его цеплять. Начнем с дефолта. Даггер, короче, купим. Купим ПТшку. И дальше будем покупать аганим. И после аганима... Начнем дамаг варить. Варить. Начнем с крита. Потому что сплэш будет уже, уже будет аганим. Крит. И нормально будет. Нормально будет. Хорошо. Хорошо. Так, ну ждем начало крипов. Ребятки, надеюсь, эта катка будет интересная. А третья катка тоже будет, ну, я не знаю, ржачная, наверное. Я давно хотел попробовать одну страту на тиннике. Просто, ну, интересно будет. Даже собраться в третьей катке так, как я хотел. Ну, она, в принципе, тоже, как бы, дефолтная. Но не сказать, что прям дефолтная. В целом, поглядим, как у нас будет все это происходить. Так что, готовимся к выходу крипов. Готовимся к выходу крипов. Прокликиваем. Money. Money. My money, говорит. Прокликиваем. Там алхимику не дали. Да, алхимик, топорик. Я что-то там солдринг, походу, хочет делать. Нормально. Он сейчас только на лайн выходит. Можно сразу его подзадушить. Купим сапог. Сапог купим. Поддушивать алхимика. А на ласт хитить Сеша движется. Можно сразу его побить. Он безармористый. А, соул купил сразу, да? Хороший. Эх, не добил. Безармористый алхимик. Пытается переагривать. Переагром. Ну, он задушит меня сейчас с темоцидом. А у меня армора нет нифига. Надо будет аккуратненько сейчас поработать. Тяжело будет стоять, конечно. Темоцидным алхимиком. Ох, как же это жестко. Смотрите, я почти не принимал тычки. Почти не принимал урона. У меня нету хп уже. И че, сейчас возьмем. Сапог. Нужен хил сразу. Он меня выгонять будет в любом случае. Сапог, хилу погнали. Попробуем. Если я не попробую через сапог убивать его, это будет очень плохо. Отойдем. Сапог идет. Добить его. О, он наш, кстати. Сюда надо. Подлов с хитим. А, я понял. Он девочку позвал. Ну, такое себе, ребят. Ну, не респектабельно. И респект, пацаны. Иллюзии. Понял. Бар еще ему помогает. Тяжелый мид, парни. Бара помогает. Монета на топе лежит. Че, химик не пойдет забирать туда? Вот так сделаем. Хорошо. А, он забрал, да? Вот так вот. Так, ну это подлосхичивать надо. Вернись. Домой. Если Бар ему не помог, я бы забрал его сейчас. Прикиньте, че Бара делает. Как засейвил пацана. Засейвил парня. Засейвил пацана. А, Элизия пропала, прикиньте. Жесть. Вот это, конечно, душнило тут у меня. Душнило. Ужас какой-то. Ладно, терпим. Терпим, парни. Что делать? Все, хп кончились у меня. Хп кончились. Можно попробовать, конечно, в наглу на прокаста взять его. Это смерть. Хорошо. Наконец-то я таки подконтрил его. Подконтрил таки. Хорошо. Давайте хилочку еще возьмем. Сапог возьмем next с заходом. Сейчас просто не подойти к рипам. Наконец-то я его подбышил. Прокликал. Но тяжело. Пока что. Это временные сложности. Временные сложности, парни. Хорошо, хилимся. Бара побежал на меня. Бара побежал. А тут цыпь меня кидает. А я тут живу, бро. Дай, дай, дай пройти. Не-не-не-не. Тут надо мне, фражочек. Вы че? Хорошо. Идем за руной. О, момник. Ясно. Омник инвиз. Омник. Ты че, брат? Ничего себе ты. Ты омника, зови, бро. Оп, хорош. Хорош. Два сапога я купил. Да в смысле? А когда я успел первый сапог купить? Ладно, на одну и на вторую ногу. Че за фигня? А когда я успел первый сапог купить? Неужели я настолько быстро? Ну, это называется невнимательность. Не знаю. Первая катка после ночных каток. Разогреемся сейчас пока. Раскачиваем тос. Тут будем в тос играть. Ничего страшного, парни. Пойдет. Сейчас еще раз, возможно, убьем. У него сейчас шестой левел будет. Два сапога аж страшно выглядят. Так, возьмем ГР. Куру забрали, что ли? Ясно. Куру забрали. Куру забрали. Я понял. Сейчас себе купим сами. Не добил. Печалька. Не добил. Так, чел шестой левел апнул, да? Хорошо. Пока что все равно лидирую. В любом случае, в этом противостоянии Тинни против Химоса. Давайте на Б, наверное, сходим. Сейчас дадим прокаст и идем. У меня палит кто-то. Что ли? Да. Там Омник с хостой. Я понял. Я умер. Хорош, что ты спелил. Блин, ну че ж такое-то, а? Да, че-то прямо. Пацаны, агрессия на меня в мою сторону. Ну, Омник бежит с хостой. Ну, Омник бежит с хостой. Бара бежит. Ладно. Не повезло мне немного. Я еще почему-то два сапога взял. Не знаю, когда я успел первую взять. Не знаю, ужас какой-то. Что зовут? Курьер гейминг у нас. Я не знаю. У каждого своя курка. Как бы во второй доте. Ну, гол. Алхимик такой, крыса. Лежит ему, лежит, лежит. Пытается ему лизать. И он бы еще хуже отыграл. Первый раз я бы его намного раньше убил. А так ему лежит, пацану. Давайте стик возьмем. Стик. Нужен тиннику. Нужен тиннику, стик. Эх, не добил. Я дебил, я не добил, да? Хорошо. Алхимик, наверное, стаки пошел себе делать. Надо подроумить еще немножко. Можно будет сейчас пойти прогуляться. Там снайпер, смотрите, какие лоу хп классные. Не лоу даже, средний хитпоинт. Я чувствую, мне сейчас нужно вот тут жахнуть. И все. И идти на руну, потому что там, возможно, варды. Там варды, поэтому. Тут просто жахли мы пойдем. Надо под смоками идти. А ну что, там профессионал гейминг, пацани. Там профессионал гейминг, надо. Смока. Хорошо. Пока что катка нормальная идет, парни. Но потненько видно к оппозиции, если честно. Видно ее, потому что в меду душнило вот это всякое. И уже понятно становится, что. Все, пацаны, на серьезочке. Хорошо. Пацаны, на серьезке играют. Сразу видно уже. На найкса там нападение. Браконьерское. Она сейчас в крепочка залезет и погулять пойдет. Не, а, изи. Задушено, парни. Нормально найкса пришел помочь. Парень кайфанул, наверное. Я ему еще и фражочек оставил. Так, шнормалды. Что там, когда даггер будет, парни? Даггера нету, прошлой катки на шестой сделали. В этой катке как-то неудачненько пока что. Да, чипалаки, конечно, здравенькие под дабл дамагой. Вообще по кайфу. Так, погнали, пройдемся. Марита. Мусир. Кончен буи. Так, ддх окончилось. Где алча? Оп. Как хорошо в смоках гулять, да, парни? Бара бежит, да? Я понял. Это плохо. Ну, пойдем на силу. Попробуем как-то тут аватоснуть. О, врага встает. Хорош. Пойдет. Аватаснули, пацана. Он в шоке на Мартретке. А шо он ожидал? А шо он ожидал? Давайте туда. Пошлем. Раз, два. Хорошо. О, Бара побежал опять. Так, монету там Омник контрит на боковых. Так, что такое дело? Зря я сюда иду. Сейчас дагерочек уже в меду возьму. И будем... Надо вот этого пацана хейтить. Пока у него нету слотов, он кусочек для меня лакомый. Просто с проказ. Тем более сейчас. Одиннадцатый левел апнули. Ульту взяли. Не понимаю, помню? Те некие есть, которые не качают ульту вообще. Типа, ну... Давайте вот так сделаем. Ух ты. Ух ты какой. Смотри. Давайте дагерочек есть. Животничек бежит, да? Животные. Кушать я пока не буду. Удаст и несет. Прикиньте, Омник какой. Заряжен. Омник заряженный. Удаст и несет. Да, рейдж есть. В меня залезешь? Хорош. Зарядный вылез. Души. Но я тут умираю, да? Но кто-то должен был здесь сдохнуть. Кто-то должен был здесь сдохнуть. Но я, честно, не хотел. Ладно. Ладно. Ну ничего, хороший момент. Все равно на Х-плюсе. Я на Х-качаю, да? По сути, получается. Прикиньте, он здесь фражочек взял с меня. Вот здесь вот сейчас четверых вдвоем забрали. Так что нормально. Берем сейчас с Макай. Надо в лесочек пробежаться. Так. Первое, что мы будем делать, ребята, это, конечно же, Аганим. Сейчас сделаем Аганим. Выходим в Аганим. И будет нормально. Сейчас побежим сразу в лесочек. Надо провардить там. Поставим 2 варда. Пока у Химика нету кнопочек. Пока у Химика нету кнопок. Надо пойти и делать вещи. Погнали. Но ТПшки у меня нету. Все равно не будет ее. ТПшки все равно не будет. Так. Первый варду тут к нем. На подходах. Раз. Вара, блин. Вара очень близко. Здесь что ты делаешь тут, бра? И уходить. Пока вишна нету. Хорошо. Давайте вот здесь вот помансим. Здесь помансим. Сейчас до Даггера. Бара там полармалета. Хорошо. Погнали. Опять в лесочек. Давайте куру отправим. Агас. Раз нам это необходимо. Крипы уже давно прошли. Бара. Ага. А где алхимик? Где? Я его даже не вижу здесь. Просто опасно тем, что я типа, если сейчас нападу на дальние точки, меня сразу же примут. Пока ковыряем, пацаны. Это же прикольная такая, знаете, катка? Чувствую, что оппоненты такие. Смотрите, двигаются. Двигаются, парни. Я два варда поставил. Химика пока не вижу. Вообще. Снайпер на низу. Кого за нем? Крипов много будет фармить стоять. Разочек догернемся. Еще второй раз будем догерываться. Хорошо. Сейчас потеряем пацана, он больше не наберет. Или все это? МХ. 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 А что, нету нигде никого больше? Снайпер так, наверное, хочет пойти по фарме здесь. Но тут уже фармить некого. Лотар я не буду в этой катке делать. В этой катке другой билд, пацаны. Дамаг. Дамаг плюс. Билд, дамаг плюс. От тараканов и дихлофосов. Хорошо. Смотрим за иконкой, вдруг заморгаем. Он, наверное, на эншентах сидит, Тинник. Ой, Тинник. Алчик. Наверное, на эншах сидит. Снайпер туда пошел. Так что пока фармим. Вон. Ага. Все, погнали. Видел я. Видел. Бега, он там нагер купил, прикиньте. Там луха побегает. Парнишка. За валанчем его сейчас. Там 2-3 героя сейчас будет. Аккуратно. Тут я в курсе, что там, брат. Снайперы, маркредки. Сейчас он, по идее, ТП даст. Так, иксовочку. Ой, ой, ой. Фара бежит. Уф, нифига, там найп спрыгнул. Го-го-го. Хорош. Нормально. Вот это я там с прокаста чуть-чуть мартретку не добрил. Я думаю, ну подойду, ван-дам... Этому сейчас фестом вылезет. Фестивалем. Фестин С, 300 баксов. Сделает. Нормально. Пойдет. О-о-о, Хриси, прикинь какие. А че меня бьешь? Я тебе шо сделал? Хорош. И один крипчик. Не получилось. Один крип до аганима. И погнали, криты. Да шо ж такое-то. Такой палкой большой добить не могу. Спасибо. Ля, оставляет даже руны. Кайф. Надо отпиться сейчас. Давайте вот так зайдем, отопьемся. Аганимчики есть, парни. О, вард нашли. Вот, блин, снайпер пошел. Ну, надеюсь, имба вард не найдет. Каждый по своей кури, пацаны. Так, ну есть у меня уже палка. Заряженная и стреляет. Вообще, желательно бы сделать кирасу, да, на АС. Усилить это муншардами. Ну, а мы сначала сделаем крит. И МКБ хатут от Мартретки. МКБ хат Мартретки. Так, КПшечка есть. Кого там убивают? Сларк убивают. Все, план. Бедолага этого на алхимике гоняют. Что там драка прям серьезно? Ну, га, поможем. Снайпера только надо первым. Снайпера первым. Чарлька. Давай, давай, Вижен, Вижен, Вижен. Ах, ты как делаешь? Ничего себе. Комана нету, да? Маены нету. Все, брат, миновала, вылазь. Миновала. Вылазь. Хорошо. Пойдет. Найкс молодец у нас, шаристый. Такой, побегать чисто. Побегать, покусаться. Так, ну что, ребят. Отходим от своей темы. Вообще, классно было бы сделать, наверное, этот. Ля, нашел вард. Прикинь, имба вард нашел. Было бы офигенно сделать. Сделать какой-то, знаете, медас, типа, и фармить. Еще пучка была бы. Еще пушечка. Хотел хилить крипа. То самое чувство, когда омник уже заранее продумывает. Знаете, типа, как, ну, он же по истории герой, типа, что там, вот, нет, типа, у меня вот сила, вот там сила света, там, знаете. И, типа, вот свет, это для меня все. А тут, типа, он уже на будущее знает. Ну, вот этого крипчика по хилю ничего, надеюсь, не произойдет. Это, типа, как, знаете, в старые древние времена идет такая дикая рысь, знаете. О, люди у огня. Ничего же не произойдет, типа, если я немного с ними посижу и погреюсь. И через 20 лет эволюции, там, через 20 миллионов лет эволюции, раз только показан кот дома спит на диване. То же самое омник в этой катке. Так, хорошо. ГГ-пуш. ГГ-пуш. Какой ГГ-пуш? Рано еще ГГ-пуш. ГГ-пуш. Где пацамби? Они что, в леса фармят, что ли? Орбов венома. Я его не убиваю, пожалуйста. Вот это я сейчас тут хапану. А, все, я умер. А, я умер. Ээээ, нажми кнопка, нажми, нажми. А почему я начинаю драку, да? Но я сентрик украл. Я не буду. Я больше прыгать не буду, не, не варик вообще. О, ес, пришел. Это эхо слэм сейчас тут, бах. А, у него дает. Мне вообще нельзя первым прыгать. Я как расходник иду. Как расходник. Блин, ну не получится, походу, здесь раздамаживать, да? Хоть и катка такая будет. Ну, дамаг я соберу в любом случае. Но мне первым нельзя прыгать. Пусть макс первый идет. У меня нету выживаемости никакой. Никакой выживаемости нету. Он просто прыгает, убивает. Я не могу так убивать. Снайпер туда же сейчас. Задиффузиал. Хорош. Так, ладно, погнали на низ. Я прыгнул. Туман войны такой, знаете, типа, о, нормально, сейчас убью. А потом нет, сейчас прокаста дамагу не влил эггг. Сентричок продаем, пацаны. Заработали 50 золотых за эту драку. Украли сентрик. Хорошо. 50 золотых заработали. Так, крит. Кристаллис есть. Скорости атаки, конечно, нету. Плюс там еще аура, прикиньте, вот это вот. Омника. Вообще не будет скорости. Давайте сейчас попробуем муншард взять. Потом выйти в керасу, доделать и мкб сверху. Потому что будет жопа по аэсу. Из-за омника там бм еще. Из-за омника тяжело будет. Не смогу никак раздопаживать. Давайте фармить. И вообще, льюзер би. Говорит. Хорошо. Сейчас шард, наверное, будем фармить, ребят. Чтобы скорость атаки была балансная и дамага была, знаете. 540 крипы. 540 крипы. Опа. Хорошо. Гоу, веншинтов. Пробежимся. А, нет, там никого не будет. Снайпер. О, как хорошо. Есть какой-нибудь лотар у тебя, нет? Нормально. Хороший. Видели, у меня такая анимация была. Палку из-перемахнул. Потому что я переключил ПТ-шку. ПТ-шку переключил. Блин, ребята там дерутся, там драка хорошая, да. Я уже в любом случае только пуш тут оставаться делать. И как иначе. Вообще, можно по стратегии не пушить, чтобы собрать полный артефакт и можно было поиграть. Тупо по стратегии. Потому что они так в ХГ закроются и все. Пацаны так в ХГ закроются и уже контент не поделать. Дальше все вот так оценим. Давайте вот так сделаем. Хороший. Пойдет. Что там, динозавер обиделся, не выходит? Эй, выходи. Дай по 500 критовать. Не дает. Оп. Блин, тут такая дамага. Хрен рассчитает, что крит вылетит. Еще что-нибудь. Хорошо. Мусор. Мусор там. Мусор пишет. Пацаны. Там, блин, омник, конечно, будет проблемой, ребят. То есть, весь дом, который я соберу, омник может перекрыть просто. И вот, дойдем. Страшно, вырубай. Погнали леса колотить. 2 800 есть. Можно, в принципе, крит сделать. Давайте крит доделаем уже. Пусть будет крит и скорость атаки будем почуть подбивать. Почуть. Почуть. Хорошо. Хорошо. Ну, как не первая катка, да, ребятки? Вот эта вторая. По кайфу побегать. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Выфармливаем. Ребятки, для вас фановый контент. Почему нет? Тиник в ДД. Сейчас чуть-чуть осталось. Дособерем. Продадим, наверное, сейчас стики. Потталов ставим. Потталов ставим. Скорости атаки вообще пока что нету. Но я думаю, подраскачаем еще. Подраскачаем. Найк, скорее всего, сейчас... А, не, не, отдастся. Крепляем. Хорошо. Крепимся. Если Найк с Гудлайк отдаст, там могут хорошо камбэкнуть. Так, ну 900 крит. Без дамаги. Без дамаги 900 крит. Пойдет. Оу. Сюда бы момочек, да, на пуджа. Вай, хорошо было бы. В принципе, можно сейчас пойти подушить. Если так у меня 900 крит. То есть я палкой там ударю, по идее, там полторашка минимум должна. Что там морить, да сколько у нее ДХП. Я как перестал ганги какие-то вылазки делать. Через смока. Оу. Так эта калочка немного подзагибается, да? Забраться вместе надо. Найкса надо на этот. На расходник. Найкса на расходник. Химик даггер, молния. Даггер, молния. Смока летят за мной. Хорошо. Сэмстрайки, да? Хорошо. Отлично. Так. Ну шо? О, там Марита. Гол туда. Найкс. Начинай. ДДшка есть у меня? Не знаю. Омник задушит, мне кажется. Изи. Вокер. Сейчас напишет там, парень. Надо вместе, парень. Парень, езжи. Вместе, езжи. Че, Рошана забрать? Сейчас гиперстону взять, Рошана забрать. Хорошо. Хорошо. А тебе плохо, говорит. Оп. 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 Хорошо. Есть гиперстон. Давайте зайдем, купим. Надо, чтобы Найкс танканул. Там Рош есть. ПДшка встала у меня. Марита. Момник. Гасты. Жесть. Но там такие кнопки серьезные у пацанов. Момник проблема. Драку, конечно, не зайти особо. Пацаны, начали фармить. Я тоже фармлю. Ой-ой-ой. 400 урона плюсом. Но я не могу никуда соло пойти. Это просто чревато фидом, парни. Я бы с радостью пошел сейчас что-нибудь поддушить, но там фидону сразу. 1600 крит. Господи. С бурезы 1600 сюда залетает. Они даже на руны не выходят, походу. Тут бы по большому счету пройтись бы... Нифига себе заявление. По большому счету тут бы пройтись бы, знаете, как-то это... Подвардить немножко. Потому что они играют вместе. Там команда, она сплочилась. Вот накатка назревает. Вот, на. Снайперы. Снайперы. Найкс леса колотит или че? Найкс АФК ушел. Найкс АФК ушел. Фармим, окей. Фармим. Найкс АФК. Лиса гоняем. Надо Омника первым убивать. Хорошо. Зафармлено. Че сделаем Кирасу? Да, наверное, Шард купим сейчас, ребят. Чтобы Буреза, Шард. Дальше Кирасы сделаем. Ну, чтобы скоростью атаки гонять. Буреза, Шарда, Кирасы. Так, сделаем. Шард уже сейчас будет. Можно будет чуть-чуть поделать драку. Ну, надо вот как-то, знаете, начать, что ли. Додку играть. У нас просто фарм сейчас идет. Я не хочу, надо Омника видеть. Надо продать, наверное, Батлыгу. Батлыгу продать, наверное. Взять пару вардов. Давайте так и сделаем. У нас никто не хочет вардить. Надо варды в любом случае ставить. Вот, наверное, начинается. Так, Шард берем. Есть. Давайте. Раз, два, три, четыре. Хорошо. И Омника первым. Буреза, Шард? Хорошо. Буреза, Шард. МКБ остается и Кираса. По скорости атаки два артефакта. Так, но сейчас мы сделаем, скорее всего, либо МКБ, в зависимости от того, какая будет драка. Вообще, Рошана было бы хорошо забрать, чтобы я смог раздамажить. Давайте пройдемся, попробуем к лесу поставить. Вот здесь вард пыкнем сейчас, чтобы видно было. Аккуратненько. Вообще, вот тут, наверное, сейчас поставим. Надо агрессивные варды в лес. Главное, чтобы меня не зацепили. А то будет бабушечка. 900 критин, нормально. Есть. Может, ливнете все уже. Ля, че он так. Такой вард пыкну. Никого в лесу не вижу там. Дубинка нормально, у Тинька работает. Эх. Так, два варда поставили. Надо еще глубже идти, надо вот здесь ставить. Здесь ставить надо. Сюда. Хорошо. Ой, иллюзия. Нормально там, вот ребята драку начали. Погнали. Оу, пацани. Сейчас первый, кто тут попадает. Сразу влетаем, прокастом даем вещи. Вещи пацанам даем. Не, не надо. О, сейчас кикнут этого, дайкс. Хорошо, я продамажил. Все, найс, можно отводить на базу. А то кик АФК будет вылетать. Типа нету дамага от Майкса и кик АФК вылетает. Сейчас я продамажил, нормально будет. Не кикнет. Хорошо. Давайте Рошу пойдем. Погнали, Рошу соло забираем, по идее. Палкой задушим его. Сейчас клепать будет. Дурачок на иесе. Ладно, иллюзии кончились. Так, ну что, бьем Рошу. Что делать? Надеюсь, он не будет забирать Оегу. Мне Оега очень нужна. Сейчас внизу еще драка будет, да, походу? О, он хотел забрать, да, прикинь? Прикинь, что делает. Ой-ой-ой. А дай побить, да? А я дерусь в любом случае. Дай побить. Кинни дает. Ну, я умер второй раз, походу, да, сейчас? Омник еще даже не ультил. Еще даже не ультил Омник. Прикинь, Бара, как моросит. Энлокер рядом побегал, посмотрел. Это еще без Гвардиан Энджела. И это с Оегой было. Я там кританул, нормально было. Омник дает вещи. Найкса не хватает. Найкса пока ушел. Наши враги ультил. Наши враги ультилан. Так, 2500. До 100. Дизейблит, Бара. я типа не знаю там все мне будет рядом они в лес вообще свой не ходит все если еще и найк сейчас так сделает это сларк он разбил шмотки ливнул прикиньте не чтоб продать до разбил шмотки ливну прикиньте чё делается а я понял макс иди поможи поможи делай ужас ну не знаю такое себе такое себе интересно когда на x придется что там у него с этим на иксом потому что катка начинает приобретать такие обороты что умник он засейвится кираса нужна давайте кирасу сделаем кираса нужна он мне к нам уплотнился чисто чтоб хп побольше было здесь но катка потная будет но мы тянем у нас сларка разбивает шмотки и ливает на икс а пока просто ушел за я соло ничего не сделаю надо фармить может быть что-то соло и сделаю ждем еще есть хотела его забрать прикиньте какой так что там по кирасе кирасе чуть-чуть бар да ребятки катка конечно страшно страшная катка начинаются тащили тащили начинается бред так кираса имеются да теперь нужно будет как-то найти омника в драке но нужен найкс которая пока ушел жесть что за игры у меня есть слады принципе которые я хотел остается мкб только потом по пойдем мкб только остается найкс оставим пусть тут леска будет пойдет топ немного не фановая под подная катка получаются алхимика нихрена нету до сих пор алхимикс пару тычек умирать будет там мартретка проблема я по ней просто не попадаем хорош остается мкб тарт пробахиваем огонь кто там на топе алча ух нифига он вышел он так уверенно вышел я вас про хаста убиваю по идее верхний настоящий без радиенс царише для я не буду бегать барыши прибежит вижу только дать стоит так это тут я забираю жесть парнем но такая катка конечно это будет пока что вроде скучно я не знаю драк нету но нет они там вместе играют вместе они вместе играют и страшно если я нападу типа омник задушит одна кнопка и до свидания лотар бы тут сделать буреза то есть буреза шар буреза шар ты можно было что-то сделать что на меду драка да поможи поможи делать бабушки омника за фокушу нормально будет тяжело снайкс только что надо давайте найкса позовем сибара вдруг побежит от аллах хорошо так пойдет найксом прыгаем диффузием тушим и нормалек будет если шо омника первым надо омника надо видеть вообще сплит пушным можно было сейчас маяться меня 2000 есть еще сверху хорошо у них варды кстати везде стоит снайпер один диффуз остался это плохо он омник и тут хорошо отлично вовремя главное хорош бараба бежит да и души не души дайте драться чуть-чуть о бэм закон твил бэмом гуарнин энджелом все равно только я боевых носу я не смогу ничего сделать потому что у меня нету травы лоб блин вот этот омник обосрал на самом деле это билд ребят так хотелось прям жестко блин такую кайфовую катку омник обосрал все прикиньте барыща бежит всю игру на меня блин вот достала извращенец найкс надо чтоб найкс найкс продавайся я не буду первый омни прыгни я не могу он меня бары бежит все там бэмы нажали у меня чисто бил такой так нашел тогда мкб оху парни такой билд пошел мкб сделано снайпер как не убила и но кир может его убить даже с такими хп пластанет орнад нет как на низу сейчас заберем у меня джавелин есть хорошо армлет qvrb qvrb метеорка стану о боги о боги просто qvrb сразу такой ситуации там не переармлить там столько урона будет с бластом фунт база кого там кикают у южи а алхимика уже занято надо алхимика птикать сон и чё шард кушаем и ваш орды съели и погнали короче пинать крипов к бэху делать пацаны законтрили меня бэмами я фармлю короче мкбх вы нормально мкбх но без бкб ребят тут будем на типа фановый билд пусть фановый билд есть к бэха нужно надо омника убить типа знаете что вы бэмы там когда не прожмут очень нормально будет надо будет прыгать когда все это будет прожать уже так 1200 принципе я быстро по лесу против на меня бара выбежал до бара такой сам себя станет будет они меня быстро очень слили ты чисто за счет того что я сам себя убивал и все так чуть мкб если бы все забрать 2к мкб остается один фражочек бы сделать какой-нибудь один фражочек пойду на топ и travel надо travel тоже скорость атаки урежет не кидай только метеорит туда я знаю таких инвокеров фермеров метеориты кидают так расчистка пришла нежити о вот она вот он вот она вот эти вот ультимейты так ну почти мкб есть давайте буру мага справим я с минусом жалко что не ддшка я в спину буду прыгать и дамажен айкс уходит да они в оба уходят и по я могу прыгнуть если поддержка будет но на меня бежит животное сразу прикиньте давай 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 сейчас со мной драться будешь а у тебя лотар неуязвимость ты понял вот так делаем сейчас прикольно если снайпер сам виду его лица сюда надо идти не пошукали так сказать вот она чё снайпер так осмелился но если я начну пушить это конечно страшно будет га побьем чуть-чуть побьем такой билд знаете но не могу воспользоваться этим билдом вовсю потому что пацаны там по напикали неприятности хорошо аллакрити мне бы дал бы не дает аллакрити мне снайпера со сплэша как не убила снайпера со сплэша извините вон он лоха повышен видимо сплэшем не доставал но сплэш на 85 кривой очень очень кривой сплэш в бэк химик хорошо мкб есть можно было этого убить бэк химик марита еще пришла вот это за тар пацаны вырезаем кб сюда иди дорогой регенерация забирай генчик вот это я понимаю жалко снайпера со сплэша не убила роша можно да вообще четко я думаю сейчас рассчитаю но инвокера чтоб не продать инвокер все равно продался так есть если бы конечно еще алхимик был в команде то можно было бы знаете еще дополнительный слот сатаник образно круто было бы сатаник дай 3 ему хил надо хил надо стой дай захилить не бей закинь 3 о все нормально так ох ты алхимик убегает пища 100 криты пацаны получаются к его мы забрали но можно теперь подработать по хай граунду немножко трогала взять может но поддушивать подчуть пт найди чтоб скорость побыстрее было пацаны кто то есть снайпер я с пару тычек убил надо посмотреть сколько у него хп у него 1700 где-то хп минимум это минимум 1700 не глифа нету да кстати 40 минута ну не знаю катка такая знаете скучноватая мне кажется тем что ну типа такое знаете типа 40 минут так марита там я марита тоже убиваю на омника надо видеть омника надо я пушить не буду пока омника не увижу омника увижу буду ломать а если даже нападут вообще хорошо вот этого пацана оруж сюда и тебя тоже забашься пожалуйста о этом сплэшем выбиваю омник бэйбэк о хорошо а у тебя есть по идее там еще бьем и да я рампагу но еще раз на вставочку ну дамага билд решает пацаны дамага билд решает хорошо жесть еще и рамп я там сплэшем кого-то просто убил тупо сплэшем она цурпалка летит так то там резнулся снайпер сколько у снайпера хп 1800 хп снайпер я вас прокаста там убил но как с прокаста хорош жесть тогда получается люпий теник я пойду на базу такой нет но 1400 хп вот я слил быстренько 1400 хп его слил на базу travel возьмем на базу на базу travel возьмем лайкс так что каракуля ах ты каракуля буду еще нет так ну шо травела есть самый чего-нибудь бы продать прикиньте такой но блин как вот можно образно без даггера да без даггера врыв какой-то делать давайте сейчас придумаем еще какой-то артефакт артефакт рапиру может попробовать тупо вместо даггера знаете чисто такое я иду убивать давайте сделаем почему нет то я иду убивать сделаем вот так вот как вам я иду убивать просто идем сейчас слоты там продадим я иду убивать чисто д д бил пацаны д д д д д аркеди д д д как перри говорится правда я буду не мобильны и но у меня есть мск который мы могу душить у меня сапог встроенный встроенный сапог хорошо у поможи поможи делать виду живешь или нет и живет брат да Оно ударило его Сколько криты, интересно, будет Я как бы БМ там не убился сам Я не знаю, это жесть какая-то Само ударило, говорит Его по топу Вайбэк есть, если что Куру вообще надо водить Зря я даггер продал Можно, знаете, что сделать? Сейчас куру лотар собрать Давайте так и сделаем Кур лотар И перед дракой просто зайдем в лотар Перед дракой зайдем в лотар И пойдем делать грязные вещи Так и будем делать сейчас Хорошо Сейчас кто-то подфармим и погнали Хорошо Все, кура идет Берем, знаете, что, дропаем тревел Поднимаем лотар и идем Драка начинается и мы прям зайдем Жду Аганим Кстати, круто было бы на их, да? Типа, аганим я влетаю, там начинается раздавание У меня лотар есть Лотар есть О, животное побежало Момник Сейчас, момника надо Так, подожди, 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 подожди Момника надо Иди сюда 1900 Сюда Сейчас, ну-ка я его побью Ой, алхимика вообще не почувствовал Алхимика не чувствую называется Стой Дай за душем Нормально Это дело хорошее Пойдем вот Алхимика не чувствую называется Че там у них трон падает? Трон, пасани Хорошо Ей Блин, забрал меня Забрал меня, найкс О, нету слотов Это гг Не знаю, ребят, такая катка получилась Даже рэмпейдж оформили Хз Даже оформили рэмпейдж Понравится вам такая катка или нет Я не знаю Но, в целом, это все равно фановый билд Керри билд И Хз тут, ну как бы По-другому Ну, такой напряг в середине был Ну, и рэмпейдж Одна драка Не знаю, фарм, драка Мне кажется, первая катка даже была интереснее Сейчас пойдем на экстовую Сейчас я буду издеваться Еще один фановый билд Так как первый был дефолтный Второй фановый Третий тоже фановый Ну, погнали, короче, смотреть Так, ну что, друзья Загрузилась у нас крайняя каточка И эта каточка Жесткая будет Фановая Фановая И никогда так не повторяйте Я сейчас попробую Ну, в принципе, это можно так сделать Знаете, по рофлу Данного персонажа Но не суть Короче, сейчас попробуем сделать то Что я никогда не делал А именно собрать нашему герою Определенный интересный артефакт Какой? Я пока говорить не буду Но вы поймете, когда я куплю первые две составляющие Так что, ребятки О, тут четко, кстати Сикер подходит Сикер отлично подходит тем, что Кстати, он на себя будет кидать амплификацию И я буду его догонить Да Да, догон одной из составляющих будет Это его билда Но в целом не только догон Берем два манга, чтобы регениться Хорошо Посмотрим, как мид у нас пойдет Конечно, по дефолту Даггер Даггер ПТ Дальше идем Один этот артефакт Недорогой Он стоит, кстати Он здесь находится В этой таверне Он стоит где-то примерно Сколько он стоит там Ну, две с лишним тысячи Где-то стоит он, да? Наверное, догадались Да, какой артефакт? А вот я не скажу, какой артефакт Так что пока Чилим И, конечно же, догончик Догончик, я мид Парни О, Худскар Будет тяжело заходить Но Худскару главное Фулл ХП проказ давать Потому что у него резисты будут в норме И когда он фулл ХП будет Поэтому, типа Тык, комбинация Тык, тык, тык Хорошо Нормально будет Интересная, наверное, выткатка Блин, у меня уже, честно Такое подгорание небольшое Знаете, такое пристартовое Ух, надо размяться Там, поприседать, пацаны Опа Размяться, поприседать Опа, опа Пошли, опа Опа Давайте, встаньте все Подразомнитесь там Сколько у меня там еще, 40 секунд есть Давайте, поехал, 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 пацаны Быстренько там Встали, размялись Оба там Там тридцаточку Раз, два, три Четыре, пять Шесть 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 Пошло Все, есть Есть, пацаны Активчик имеется Активчик имеется Все, встаньте Так сделайте Сейчас Зарядитесь И поехала Ля там, пацаны, гонгают Все, погнали Курочка есть Настрой заряженный Дискорд собираем Хорошо Блин, я проговорился Погнали Ларка, душа там Задушили ПБ наша ПБ наша Быстренько так Сидел Немного Это Дыхалка сбилась Нормально Так, есть Тридцаточку Изи Изи Так сказать Отжались ПТС Наковыряли Хорош Мой первый Трип Давайте Побьем его Немножко Оп Вот так делаем Гоняем его сразу В первых минутах В первых минутах жизни В меду Бедолагу погоняем Хорошо Все крипы мои Оп Рикич Первое, что купим Наверное, сапог Ациды пошли Это плохо Ацидный химик Это всегда плохо Так, сапог на топ улетел Будем закидывать его сейчас Он вроде такой Неосторожный Будем закидывать его Печалька Я думал сейчас Поближе подойдет Я его подкину Можно бы так сделать Парни, да? Хоть отойдем Хорошо Тосик возьмем Курочку нужно Сапожок долго лететь будет еще Но уже есть Что у него там тоже сапога А, боттл это хорошо Боттл это хорошо Боттл это хорошо Сапог есть Можно поесть Жалко сапога нету О, регенерация Отлично То, что нам необходимо Все, сапог есть Сейчас будем стараться его закидывать Но главное не прогуливаться Ацид Кайтить никак не будем Хорош Давайте погоняем чуть-чуть Под крипами он тупо Ему тоже драться И все Тупо драться И все Не агрим Крипов Скорее всего Я уже не смогу Тут ничего сделать Мне уже четвертый Только на шестом Пока что фармим Фармим просто И все И крипок Чуть подстопаем Хорош Зонит ацидом Люта Хорош Так, 600 золота Почти есть Пятый левел у него Уж нифига Быстро Не добил Прикиньте Протосил Наботал И не добил Блин Куру забрали Мне кура нужна Ужас какой Нифига он На тенике Конечно Парень Серьезный Тоже Сапог уже А, все Там уже Хелм пошел Да, но Куру таскает Слишком часто Тоже Не могу Тяжело еще Так и так Стоять В любом случае Давно так Не стоял Обычно Теник в миду Пока дефидит А этот Теник Теник Обычно Химик в миду Пока дефидит А тут получается так Что парень Нормально стоит У него получается Стоять тут Видите, видимо Как-то по таймингам По таймингам И укладочка Можно попробовать Его кинуть, конечно Но у него уже там Этот хелм А хелм Это уже минус урон Поэтому Тяжко будет Так, берем Ну, будем фармить С паркастом На седьмом На шестом Убьем где-то Хорошо Активка На топе Делаем сначала Дефолт Что, левел, да? Попробуем Газану Прокаста очень много Нанесу нам Все равно Региены у него Конечно Это же Алхимик Оп, хорош Все, фармим просто Фармим Другого варика У нас нету Мид слитый Ну, как слитый Слитый в том, что Я мог убивать Но я не убиваю Мог убивать Но не убиваю Давайте побьем его Печалька У него хоста Он мог, кстати, убить меня Жалко, что не его подкинул еще Не получается у меня его одолеть этого пацана Пока что Печалька Ну, чтобы баланс был Тамаги Оп, есть Сейчас шестой левел Шестая минута, вернее Шестой левел есть И надо будет гангануть Что-то ЦМка внизу Фрифармит 45 Хорошо, давайте Подождем руны И пойдем прогуляемся Парни, если в миду не получается Алхимик в любом случае фармит Дарк лоют какой-то Дарк лоют Парень нормально стоит Я фармлю, он фармит Так у меня фарм будет Чуть Топористее Но зато будет интересно Это будет интересно О, джагалиса колот Ля, боец, что там фазы О, так у боец Тут пул фрища Понимаю Джагалиса бьет Топ фрифарм, да? Печалька Печалька Походу фана тут не будет Кто там джага, где Там же делал химик Прифарм Он с хилкой ходит фарминг, пацаны Чтоб вы понимали Он крутиться начал Поэтому ушел спокойно Крутиться начал, спокойно ушел Пармим Пармим даггерок тогда И от тпшек играем Главное, чтоб парни не расфидели Настолько жестко, что я потом не справился Потому что тут не будет везухи Тут как бы дефолтный билд, но Везухи не будет Да добей Добивает Плохо Плохо Руна будет? Есть руна Алхимик где-то ушел фармит Где-то фармит Наверное вот тут Двух кемпок сидит Пятый левел хуск Надо убивать Убивать Хорошо, заходим Ну пойдет Хотя и криво нажался, но пойдет в целом Стики возьмем Погнали Восьмая минута еще Но химик не ходит на этот На руны Он как бы ходит, но не ходит У него армлет там уже по идее должен быть Понятка? Хорошо Интересно будет, если я его убью, конечно Но вряд ли Армлет пришел, прикиньте, вовремя как Ну чуть-чуть Чуть-чуть не хватило ему Армлет таким Пришел, но А не успел он чуть-чуть Хорош Next dagger, парни, надо Армлет химику пришел Не успела Так, есть Если что, джага ультанет Джага на тех на двух кемпах Он там, да Там, если тут только крибы были Крутилкин Это наш клиент В любом случае Оп, ну пойдет Айти иллюзию тут оставим Хорошо Чтоб от сети не пойти не Чемис пришел Было бы нормально Так, 1800 имеется Пуск Шестым левелом Левелом Пуск Шестым левелом Тагерочки начнем собирать Ну фарма чуть-чуть много надо, парни Ну фрагов нету, видите Я не фрагаю вообще Не фрагаю Алхимик молодец Хорошо выстоял Но все равно я его убил Разочек убил Но он фармит намного лучше сейчас Чувствует себя Ацидный алхимик Неприятная вещь Так, они там по лесам ходят По лесам ходят, пацаны Так, ну монеты Мне только монеты везет Короче, на монеты Активок нету Так, я там пришел Кто-то больше Ну алчик наверху Ташалчик, да Фармим О, да ладно Нифига себе Я его шамарнул Он думал, наверное Такое-то, знаете Вот это Аватос Это Аватос Это Аватос Это Аватос был Видели сколько замагнуло А он идет такой Типа, знаете У него армлет Думает Ну он ничего там Не нажмет фастово Пастово не нажмет Типа, я изи Убью его Типа, он мне ничего Не сделает с прокаст В теории так и есть Вон сколько Домогнул его Да, я убью его Хорош Нормально Так, все, погнали Дискорд, пацаны Дискорд На топе БС Поможи, поможи делать А на некор там соло Справляется Хорош Все, дискорд Фармим, парни Где ЦМ очка Джагерочка Ой Фигайся, он плотный Тысяча хп А как я его не убил С прокастом Я его с прокастом Не убил Я умер тут 100%, надо драться уже Браться надо уже Джагер, тысяча хп Не умер с прокаста Ууууу, вот это фиг Конечно пошел Так, ладно, хорошо Нормально Зашли, так Нормально Пойдет Тускарчик у нас еще есть, пацаны. Тускар это максимальный актив. Сейчас дискорд сделаем, это вообще веселуха будет. Тысяча хп, джаггер выжил с прокаста. Нифига себе, лютый парень. Вот это да. Вот это да, конечно. О, бейсик фармит. Дай-ка я зафармлю. Тот такой потеет, этот походе добивает. Нормально. Нормально. Так, есть варды. Почти есть дискорд. Остается у нас, в принципе, копейки. Там 800 золота еще надо. Это один фражочек и пара крипочек. Так, нулик возьмем. Нулик возьмем. Хускарчик. Хускара я с прокатом. А, армлея. Офига себе, он армлец этой драки купил. На Хускаре. Хускарик. Хускарик с этой драки купил. О, хоста, отличная руна. Погнали, на топе зафармим. Почти есть дискорд. Сларк пошел сфигонить. Так, 300 золотых. Да, можно, в принципе, отправлять уже куру боковой, да, Магаз? Сейчас, пока как раз долетит еще лесочек под фарманем. Хорошо. И дальше догон будем делать над соло-таргетом. Конечно, лучше начинать с догона, мне кажется. Дискорд чисто тестово, так знаете, по рухлу. Сколько дамаги будет наносить? Сколько дамаги будет наносить? Сейчас он первый подопытный, кстати, да, Хускар? Ну, Хускар такой себе подопытный. Так, 700, да? 700, еще копеечка. Еще копеечка. Копеечка. Надо отпеваться. Ребята внизу дерутся, а я фармлю. Надо дискорд добить. Есть, да? Есть. Все, погнали тестить. Вон, в меду первые подопытные. Алча, 800 хп. Ну, там 900 хп было, он типа, он вообще разлетелся в щепки. В щепки разлетелся, парень. С дискордом. Тупо прокастить не получается. Не пробуйте это, ребята, сами, потому что это оно такое. Можете руинить. Лучше дефолт собирайте. Это чисто фановый билд, ребятки. Напоминаю, не нужно так собираться. Пожалуйста. Честно, я вас умоляю. Все, next. Дагон, по идее. Игг. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это сейчас произошло? Просто с прокаста Хускара под тавром убил. Пацаны думали, сейчас убьют. Я дагеру из такой, как профессионал. Профешионал. И убивайте. Армора много, кстати. То, что тиннику не хватает, дискорд дает. Армор. По кайфу, кстати. Рилет. То, что бы не говорил, но типа армор это... Это секретный билд, парни. Не разглашайте его. Не разглашайте секретные билды. 50 маны дискорд берет немного, в принципе. Для монокоста тинника 50 маны это ничто, по сути. Главное, чтобы не сотка. Хорошо. Сейчас возьмем руну и пойдем дальше душить. Что там? ЦМК. ЦМК можно даже без дискорда убивать. Алчемес 900 хп улетел. Причем с запасом лютым. С лютым запасом улетел. Вон Джага. Джага Клаку взял еще. Как раз таки Клаку я и снимаю. Когда буду душить. ЦМК улететь сейчас будет, да? Чай. Ой-ой-ой, я себя прыгну, я вам руку. В любом случае. Давайте на руну сходим. Брат, не убивай, брат. Брат. Ну, Хускару не больно вообще почти. Он всех хп тогда просадил и за этого забрал ее. Плюс тэшка еще помогла. Джага там, кстати, крипов лесных фармин. Сильно, кстати, Хускар этот. Хускар это сильно. Бейсик. БСа мне не надо. Блин, Лотар вообще круто было бы сделать сейчас, чтобы можно было прыгать, убивать и уходить. Смерть сразу. Надо ДП делать. Давайте Лотар сделаем. Чтобы можно было безнаказанно так пользоваться комбинацией. И дальше Таггер. Хорошо. Погнали. И Хускара я, по идее, сейчас должен убивать. О, там варды как раз. Да, нормально, Лотар отлично заходит тут. Джагу сейчас будем душить. Смотрите, там Джага фармит. У них лейтгейм сильный, в лейте можем проиграть. У нас Сларк 1-4, слабенький Сларк. Поэтому тяжело будет, наверное. Гоу. Мне кажется, с прокаста Тотс, но... Да, поддучно. Хорошо. Кто там еще был? Джага. Джага, ну фулл прокаст надо на Джага. Не-не, брат, там ЦМка. Ну ее нафиг. Ну ее нафиг, это ЦМ. Ммм, понял. Вот оно что. Забайтили, пацаны. Ля, ну я же нажал атаковать. Неужели я выше нее нажал? Сентри, прикинь, поставил. А кто поставил? Интересно. Ой, косяк. Бред. Тупо бред. Тупо бредятина. Челы просто стоят и ждут. Ну выходите. И я такой. Такой, а че нет? Понятно. Пока. Дебил, на, здесь. И я еще так кончено микро, но увидели, я вроде на ЦМку нажимаю, а я чуть-чуть выше нажимаю, и тупо на ГГ. О, найс, рипер. Рипер откайтил стан. Нормально. Ускар, го активно играть. У тебя, герой, к 35-й минуте слабый уже будет, если что. Так, напишем пацану. Ладно. Так, ну хорошо. Некор у нас есть, как запасной варик. Сентри купил Хускар. Смотрите, че там пацаны делают. Так, вон, в студию. Дискорд чисто тестовый пацан. Самая проблема, это то, что, блин, давайте продадим стики. Продадим стики, мне нужны ТП. Мне ТПшки нужны. Без ТП я, типа, ну, хз. Без ТП я, типа, по КД фидить буду. О, мидул сейчас сентри поставит, все поставит сейчас. Не могу из-за Ацида напасть. Из-за Ацида не могу напасть. Хорошо. Иллюзии поднял, задушил. Хорошо. Он спецом идет. Понимаю. Он так, наверное, ушел. Здесь че? О, парики там напали. На Рикимару. Цемка сразу ульта отдает. Джага там еще. Джага еще. Это плюсовый Джаггер. Плюс. Кнопки. Походу. Плохо будет. У меня тут Мэджикал билд. Но, типа, в лейтгейме мы это проигрываем в любом случае. Ну, ясно. Ясно. Рубдурка в меня. Хорош. Некра главное не отдавать. На некре можно выиграть эту карту. На этом ЦМку сблилз про каста. Хилку разбейте, парни. Хилку разбивайте, выигрывайте драку. По идее. А, это по идее. Так, ну почти есть Дегон. С Дегоном все-таки, ну, как бы прикольнее, мне кажется. Дискорд. Ну, тут просто еще такая, знаете. Сколько там алхимика? Сейчас он приходит. Я в 1100, да? Сейчас задушим. Наверное. Чуть подождем. Его просто с про каста убило. Убило с про каста под дискордом. Это жесть. Все-таки это сильно. Это сильно. Но все-таки дискорд лучше команду собирать. БС там. Понял, иду. Иду, парни. Так, есть. Но я, по идее, не умираю тут. Должен убежать. Хорошо. Пускай фармит. О, хорошо. Хорошо, есть Дегон. Так, вы че. Есть Дегон. Так, дискорд. Та-да. Блин, ты так по слотам сейчас бы не запутаться. Слишком много кнопок, а то на инвокере не умею играть. Тяжело будет. Так, гоу. Химик обиделся, встал АФК. Стандартный Химик, я бы сказал. Так, есть Дегон еще. Жесть. Что-то бред я насобирал. Пацаны. 23 минуты. Я не знаю, в принципе. Такая. Они могут камбэкнуть, разнылись просто. Посмотрите на их пик. И они, в принципе, еще даже неплохо держатся. А они разнылись, короче. Классика. Они могут это выиграть. Я, тем более, тут фановый билд собираю. И Актарином это все укрепим. И Этериалом. Актарин Этериал сюда. Задучим. Так, айти не получат, знаете, браконьерский. Вообще, можно тут много билдов всяких делать. Типа, и через ЕУ сделать там. А я чисто собрался в Крыса, чтобы можно было. Знаете, Соло, какой-то таргет, убейтесь. Дегончик. Есть Дегончик, и че? Там, наверное, Вижен есть, брат. Мне Раптура кинут, если я подойду. Он ждет меня Раптура давать. Не умер. Там, ну, такое. Дискорд нужен был, дискорд кд был. Я даже думаю, это же смысл прыгать. Смисл. А, он мне Раптура дает просто, и все. А там кнопок нету, я, по идее, просто как камень постою, и все. Смисл. Давай, резче, плиз, откатывайся, и все. Хорошо, нифига там этот насларкий парень. Чудит. Так, погнали на руну, надо маны попить. Честь. А, руну, вот, пошли, ой, руну вард, пошли снимать. ЦМ-ка там, на варде. ЦМ-ка на варде. Маны побольше восполнить. Хороший. Это так сделаем. Ля там. Да ладно. Дизарм кидает мне, ля че делает. Но и этого тоже убьем. Хорошо. Дизарм не кидает, лишь бы я не убивал. Опа, цемочка. Только хотел блинкануть, прикиньте. Дает. Но сейчас дискорд будет, с дискорда убьем. Кто там, мне... А, этот хуск. Понял. Ну, хускара прыгает таким magic билдом, вообще не варик. Я могу кого-нибудь откинуть к ним, ребятам. Нет, нет, слишком далеко уже. Слишком далеко. Так, догончик. Есть. Аркану можно было тут собрать еще. Если в Акторин. П. Там не зайдем. Зря вы туда. Там ЦМК одна поставит ульту и все. Надо как-то от ганга. От ганга. Никого на руну. У меня еще догончик есть. А нет. Прошим бы. Что-то билд, да, скажут. Кто-нибудь зайдет сейчас такой на рестрим. Ну, как рестрим. На премьеру гайда. Кто-нибудь сейчас зайдет. Что за рак нахина здесь? Что он собирает, да? Типа, знаете, такое. Что он собирает? Такой вопрос зададут. О, ЦМК ульти. ДВМ нажми ты, а он там умрет, этот ЦМ. А я типа хозяй, что тут делать. У меня нету кнопок. Типа, как бы они есть. Дай догон. Соснуем. Полети, брат. Полети, полети. Там этот вид на меня, да, походу? Видели, как они на меня? Типа, вверх, вверх, вверх. Так. У меня такое. Я стою просто, получается, продаю пацанов и все. Они на этом фарминг. И на этом фарминг. Отстань. Отстань. Самый фарминг. Глиммер там джага купил. Нифига себе шаристый, блин. Шаристый. Мэджикл билд, да, они там контрить пытаются максимально так дамага. Хорошо. Еще догон возьмем. Это уже 4 догон. И этериал надо сделать. Этериал, догон. Хорошо. Надо на всех дискорд вешать как-то, знаете, типа побольше, чтобы зацепить. Если что, прыгать про кастом, нагло давать про каст и уходить. Но боттл, наверное, сейчас дропнем. Знаете почему? Потому что нужно иметь тпшку. Блодсикер старается в меня, даже скидывать эту трупптуру. Типа это такое себе. Без боттла проживем, я думаю. Очень страшно. Погнали. Так, ПТ на инту. И не убираем с инту. Пусть стоит на интеллекте. Пусть стоит на интеллекте. И сразу же подхожу к крипам и меняю на Аги. Пластикой жанра это Азиас. Это Азиас. Что там у него Сия? Да я его с прокаста убиваю. О, химико. Про каста убиваю. Нету никого. ТМ-ку надо слить. Опять-таки, если я прыгну, ТМ-ку убивать, мне кажется, меня задушат. Он или его сейчас слить. Если сольем его, будет очень хорошо. О, цепляйте. Да, братья. Ну, увы, ЦМ-ка. Надо отойти. Тучек нету, да ничего нету. О, БМ хотя бы есть. Хорошо. Так, ну, Рубтура. А мне дизайн кидает еще. Дай. Куда побежал? Покажись. Ладно. Так, главное, не успел. Ну-ка, дай шелс. Кадай шелс. А где Джага? Где Джага? Куда уделся Джага? Джага-Джага. Жель где-то тут спрятан. Ну, тут Сентриоп стоит, 100%. Уйдем. Не успел, там догона нету. Катка, но она такая. Эта катка на самом деле лузовая такая в таком билде. Но, блин. Рожгу. Некру. Ек. Типа в таком билде тут луз, по сути. Я не знаю, что они ноют там. Но это, пацаны. На базу. Хорошо. Дагон 5. Имеется. Не за худшим. Братан. Не за худшим, братан. За худшим. Так, шучили пока. Тэмп-то молодец. Вардит и вардит. В топе много крипов. Прошу, парни берут. Хорошо. Надо, знаете, соло какой-то цель находить. Там алхимика, видите, не поймал. Ну, блин, все равно забавный билд. Типа догоном, по идее, тут очень много должно быть фрагов. Но я что-то как-то не келяю. А там резистеры. Там все. Там джага, например, резистер. Он и собирается как резистер. Там химик. Ватар собрал. Не знаю, подходить, чтобы Роша клепал. Что пофиг. Бери. Мекор. Прогнали Алчемиста душить. Четверка, пятерка. По кастам. Каст готов. Алчемист лотарный. Дага. И догона туда. Жесть, еле-еле слил его с этого прокаста. Он настолько там резистно имеется. Так, так, так. Подожди, тебе и ЦМ-ку надо принять, ЦМ-ку. Брат, извини, конечно, но тебя надо принять. Тебя надо принять. Догона, 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 догона. Хорош. Есть. Отлично. И пацаны там этого задушили. Браконьеры. Алхимики. Денежного. Ну, го, вот так вот. По миду. Ману всю просадил за драку. Вот, вроде вообще ничего не нажал, но мана вся ушла. Просто. Там два прокаста и гг. Ща попробуем Октарин сделать. Ну, типа Этериал сначала, наверное. Лучше Октарин, конечно. Лучше Октарин, конечно. Пускарчик 16 секунд, 7 секунд, джага. Джукату. Джукатю. Джукатю. Чуть попозже. Скотчем. Хорошо. Джукатю. Маны, конечно, у меня совсем не в нефти. Я умер, да? Заморозить? Нет. Нормально. Он мне Раптуру дает. Просто вот стоит 4 героя на выбор. Он мне Раптуру дает. Это хейтер. Че взять? Че с него взять? Давайте вот так сделаем, парни. Сначала так. Так, потом так. Так, вот так вот. Все, есть. И надо. Топ деф. А топ сам дефнится. Иду. Топ сам дефнится. Хорошо. Джага там. Там 2000 хп. Он еще сильнее уплотнил. Смотрите, что он делает. Он специально покупает все в хп. Аквилы там. ПТ на силу. Все в хп делает. Ох, жесть. Вот это джагер, конечно, дает. Чтоб лишь бы с прокаста его не убивали. Прикинь, че делает. Крис. Галхимик вышел с базы, да? Сейчас маны категорически не будет хватать. Маны категорически хватать. Вижен стоит. И на Вижене. На Вижене. О, Сларк. Стой на месте. Стой на месте. Опа. Потеряли ЦМку. Потеряли ЦМку. Она больше не набирит. О, БКБ. Нас задушили. С духой. Как говорится, я там не силен. Че-то там. Ты не на физику смотри. Ты на дух смотри, да? Это Хускар. Это про Хускара. Это про Хускара. Ломаем. Хорош. Еле-еле направил ее. Писто. Рак. Нахина здесь. Еле-еле направил. Го-бэ. Пацан би. Го-бэ. Го-бэ, пацан би. У меня еще мана есть, в принципе, на один прокаст. Пром, там неудобно, знаете, экран типа неудобно было бы поворачивать. Вот туда. Джага, конечно, люки. Не-не-не. Но мы забрали ХГ. Смысл стоять. Забрали ХГ, брат, смысл стоять. Хорошо. Изорил, наверное, сделаем все-таки. Оп, гоу сюда. Прокастика дадим немножко. Проказника дадим. Или не будем давать. Отошел он, да? О, ДДшечка. Три-300. Так, три-двести. ЦМку хорошо я убил, но там не улетит. ЦМка очень сильно моросит с этим ультом. Очень сильно. Но спушить, пойди, быстро сможем. Как же БС этой пентаграммой душит. Жесть. Кидает мне ульт, я просто отлинковываюсь. Отлинковываюсь и делаю ТП на базу. Так. Опа, выжила. Прикинь. Вылезет, добью. А, недостовидели герой. Э, 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 вот так. Ну, моя проблема, что я не дал так, как надо. Пацаны, ну вы даёте вообще. О. О. Да ну ты шо. Гот, что, вот этого пацана? Ох ты. Не души. Не души. Шо, у вас кнопки есть на меня? Видеть. Просто... Что это за дабстеп был? Произошёл дабстеп. Дабстеп произошёл какой-то. Просто парень такой. Просто и всё. Так, ну нормально, пацаны. Вот такой вот у нас фановый билд получается. Остаётся сюда запихнуть окторин. Я всё равно, я не могу раскликать, короче. Тупо не могу раскликать. Сейчас раскликаем всё правильно. Покажу, как надо, пацаны. Покажу. Любого. Джага. Ой, ну Джага, если честно, тяжело будет. Там нужно прыгнуть, дать прокаст и всё нажать, чтобы только 4-5. И вот там, это жесть. Можно попробовать, в принципе? Можно попробовать? Попробовать можно. Или на цемки, как на подопытной крыске. Попробовать сделать. Как на подопытной крыске. Типа, знаете, подкинул дискорд подкинул. А есть сентри тут? А есть сентри тут? Сентри есть. Всё, проверено. Сентри есть. Проверено. Фрагов мало. В дефолте даже больше фрагов наколотил. Странная тема. Даже в дефолте больше фрагов наколотил. Но там не совсем дурачки играют. Там пацаны, они хоть и разнылись, у них дух пал просто. А так бы они задушили эту катку, возможно. Они просто духом не вывезли. Не сильны духом, как говорится. Не знаю, чё тут переживать в таком пике, да? Там вообще жёсткий пик. Вообще жесточайший. Хускар, не знаю, 1600 хп, бкбшка себе. Выйдет вот сюда? Я попробую. Дискорд. Этериал прижёг прокаст и всё даю. Попробуем. Попробуем. АЦМ-ка поставила в арт. АЦМ-ка в арт поставила. Да, прикинь, не сдох. Спаркаст. Прикинь, не сдох спаркаст. Если бы его подкинул, убил бы. Прикинь, как свинья. Вот так вот. Надо бы себе кнопку давать. Но я тут уже умираю. В любом случае. Подсейвили, пацаны. Холи щит отдал. Это плохо. Но вот видите, я про это и говорю, что там не дурачки. Пацаны, хоть там и алхимик умирает, этот бежит в меня. Руктуру даёт в гол, волосы назад у него всегда. Он такой на 522 бежит, лишь бы меня задушить. Всё, и пацаны заканчивают катку. Но в принципе, для фанового билда пойдёт. Но с догоном можно накиливать. Там просто максимально огромное количество фрагов, ребятки. Прям нереальное количество. Но в этой катке, видите, не получилось. Потому что тут как бы пацаны. Ну, они, хоть даже не смотрите на КД, а смотрите на то, что они собирают. Джага не смотрит на то, что был в лесу. Он собирает всё, лишь бы не умирая с прокаста. Это дополнительно. То есть, уже не хочется его убивать. ГГ. Мхашеров плюсую. Плюсую. Мхашеров там, вот это вот. Ну, вот это не плюсую, вот это Мхашеров. Ну, то, что... Вот так вот. Вот так вот. Да, вот так да, плюсую. А так то нет. Ну, ГГ. Ребятки, на самом деле фаново получилось. Я не знаю. Там сколько с Дискорда отлетало. Блин, я так и не сделал ни один прокаст нормальный. Не знаю. Ни один нормальный прокаст не сделал. Если бы не некр, проиграли бы, наверное, тут. Проиграли бы. Там 1700 хп у Химик. Он улетит. С прокаста любой улетит. По идее, даже и этот Хуск улетает. Сейчас, 20 секунд не пушьте, пацаны. Подефайте. Дайте прокаста нажать. Той Рикимару стоит, думает, не видно его. Ты меня не видишь, что ли? Так, начинается с драка. Там Хускар прыгает. Хускар лоу хп остается. Хускар умирает. Просто БКБ умирает. Потому что отключил армалет. Так, ну, 18 секунд. Ну, пожалуйста. 7 секунд, 6, 5, 3, 2, 1. 3, 2, 1, let's go. 1, 0. Go, go, go. ТП. Поехала. Все в наших руках, пацаны. Сначала дискорд, потом прокасты. Тебе что там? Ладно, как скажешь. Как скажешь, брат. Тебя убиваем? Не убиваем его. Он слишком жирный. Ага, он, смотри, мне кнопки кидает на сикере. Сейчас, будет кнопка. Но если, типа, он, блин, конет меня. О, порвалась связь. Брат, давай. Please. Ну, в лоу хп ему прокаста, типа, не вижу смысла давать. Он там, у него резист сейчас около 60... Ну, где-то 60% минимум резист у него. Пацаны дефнули, кстати. Дефнули. Дефнули. Сикер, 1700, убиваю с прокастом. Только не могу нажать. Тут надо, знаете, четко, чтобы он отдельно стоял. Я только тогда смогу... Пописать. Тогда смогу прописать. Там, варду еще стоят. И, жесть. Что за катка? Посмотрите на их слоты. Нормально пацаны одеты. Нормально пацаны одеты. Химик даже кирасу откуда-то достал. Иди, говорит. Куда? Ээээ. Я в магии, братан. Не хочу. Я в магии, брат. Magical build, знаешь, что такое. Был бы дефолт, я бы пришел. А так, нет, извини. Давайте сильверуху купим. Если что... О, сильвер, кстати. Можно будет бэкстебнуть. Да. Почему нет? Сильвер бэкстебуем и поехали. Идешь? Во. Мне кажется, я его убью. Если он не успеет бкб нажать. Сильвера бэкстебаю. Даю прокаста. Джим. Рэчка. Рэчка. Драка. Драка. Один их, один. Го. И подойдет. Он, видели, на Ласт Криппо не пошел. Сейчас ночь. А, нет, говорит. Не хочу. Один, один не хочу. На море пора. А ты где? Эвпатория. Эвпатория. Ну, понятно. Эвпатория. Я сразу подумал, евпа, типа Эвпатория. Так, ну Рики начинает за место. Да? О, бкб нажали, убегаем. На деду. Деда бей. Бей, деда. Что там алхимик? Этот меня там без армии кидает. А что в ультунике? Оп, прокастик. Честно стоит со стороночки. Догончик. Догончик. Так, а блатсикера догоним? Потому что он быстрый. Нет, там еще и лотар будет. Побежал. Все, обратно побежал. Марафон пошел обратный. А вот этого можем убить, интересно? А, лотарщик тоже. Ну, когда я такой себе, пацаны. Оп. GG. Уи. Ребят, ну такая вот у нас фановая катка получилась. Не знаю, маловато фрагов на самом деле. Но с Дискордом такая сомнительная тема. Лучше сразу, наверное, делать догон. Дискорд все-таки этот артефакт больше подходит для персонажей, которые, знаете, ну, типа как на Некролайте, там, на паке может каком-то. Может там на ЦМке. Да, намного интереснее будет смотреться. В целом, ребятки, что я могу сказать? Гайд вроде закончен. Вроде ничего писать больше не нужно. Фановый билд, дефолтный билд. И, конечно же, еще один фановый демэдж билд. Да, катка вторая немного скучноватая была. Третья тоже немного. Но первая, в принципе, она такая, знаете, вроде изичная, но фановая. Не знаю. Если есть вопросы, пишите в комментариях обязательно, ребятки. Я считаю, что гайд полноценно, в принципе, отработан. Если что, есть и прошлый гайд. Да, если что, даже можно в конце концов отписать и этот, как его, дополнение какое-нибудь. Так что, ребятки, пишите в комментариях свои идеи. Обязательно пишите свое мнение по этому гайду. Говно, как обычно, знаете, такого. Ты клавиатуру берешь, такой. Берешь такую клавиатуру, ты пишешь такое. Говно, говно. Лохби. И все. И как бы, ну, на этом все. Гайд как бы окончен. Ребятки, спасибо всем, кто посмотрел. Спасибо всем за лайки. Спасибо всем за поддержку. На этом все, ребятки. С вами был Xanazos. И, как обычно, до скорого.